...пложить эту работу, эту информацию о работе, которая проводит непосредственно Министерство социального развития, труда и занятости. Но в части, в первой слайде, сразу вы показаете в демократии, в части реализации по намочи Министерства социального развития, труда и занятости, я отмечу, что мир социальной поддержки семей и детьми является приоритетом деятельности правительства Республики Калмыки на протяжении многих лет. И, соответственно, с учетом принятия решений на федеральном уровне с 2018 года к тем мерам, которые реализовывались на региональном уровне, дополнились еще мероприятия демократического пакета мер, это выплаты на детей до трех лет. Соответственно, поддержка семей на сегодняшний день осуществляется в рамках двух направлений. Это, соответственно, поддержка семей многодетных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И второе решение проблемы, это, безусловно, улучшение показателей демографических. Учитывая, что в целом в Российской Федерации, как вы все знаете, имеется проблема с показателями демографии, то есть отмечается снижение количества рождений. Так, в 2020 году по Российской Федерации снижение в целом составило 3,3%. На флаге приведены данные по Республике Калмыкия. Динамика рождений тоже свидетельствует о снижении количества рождений в абсолютном значении. И в 2020 году количество рождений составило 2722 рождения, что меньше 2019 года на 49 рождений, то есть 1,7%. А если говорить о предыдущем периоде, то сокращением было 233 рождения и почти 7%. При этом коэффициент рождаемости в Республике Калмыкия на 1000 человек за 2020 год составил 10,2. Это чуть меньше, чем в 2019 году, но при этом выше среднего значения по Российской Федерации. Среднее значение в целом по Российской Федерации составило 9,8. Ключевой проблемой в рамках решения демографических мер является увеличение суммарного коэффициента рождаемости в связи с сокращением количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, поскольку на сегодняшний день уже вступили, скажем так, в... Вернее, на сегодняшний день мы это проблемы с демографической ямой, которая была в 90-е годы, и, соответственно, уменьшается количество женщин в этой возрастной категории. Поэтому перед субъектами Российской Федерации поставлена задача по увеличению суммарного коэффициента рождаемости, то есть это количество рождений на одну женщину. И в целом по Республике Калмыкия данный показателем также выше среднероссийского. 1,53 сохранился на уровне показателей 2019 года. При этом с 2018 года введены два дополнительных показателя. Это суммарный коэффициент рождаемости вторых детей и суммарный коэффициент рождаемости третьих детей. И здесь необходимо отметить, что вторые рождения, так же, как и в целом по Российской Федерации, у нас снижаются. Но при этом в качестве такого положительного момента мы отмечаем, что у нас увеличивается количество третьих и последующих рождений, о чем свидетельствует также рост количества многодетных семей в Республике Калмыкия. Следующий слайд. В целом на меры социальной поддержки в 2020 году направлено более 2 миллиардов рублей. Из них 1,482 миллиона – это средства федерального бюджета. Значит, в целом мерами поддержки охвачены почти 15 тысяч семей и детьми. И тем просто объем расходов в 2020 году по сравнению с 2019 состоял в более 2-х раз. То есть в 2-3 раза мы увеличили объем средств, которые направляются на поддержку семей и детьми. Следующий слайд. На слайде представлены основные, вернее, перечисленные основные меры социальной поддержки, которые реализуются как за счет средств федерального, так и регионального бюджета. Наверное, я не буду детально останавливаться. Приведены и наименования, и мер, и охват, и объем расходов республиканского и федерального бюджетов. Отмечу, что в 2020 году мы, так же, как и в целом по Российской Федерации, установили выплату на детей. То есть это новая выплата, которая была введена с 2020 года. Выплата на детей от 3 до 7 лет включительно. На самом деле это беспрецедентная мера, поскольку в республике охват детей данной возрастной группы составил почти 15 тысяч детей. При этом количество детей по статистике, относящихся к данной категории, данной возрастной группе, составляет где-то около 17,5 тысяч детей. Поэтому, соответственно, мы говорим, что достаточно высокий процент у нас охвата. Размер выплаты ежемесячной составил 5 105 рублей, и объем расходов федерального и республиканского бюджетов только на эту выплату новую – 763 миллиона рублей. Кроме того, в 2020 году, как вы помните, мы принимали следующий слайд изменения в закон о поддержке многодетных семей. И в рамках данного мероприятия была установлена выплата на подготовку детей к школе. То есть это тоже выплата единовременная – 5 тысяч рублей дополнительно за счет средств регионального бюджета. Ряд мероприятий реализуется в рамках национального проекта «Демография», которые также погружены в государственную программу «Стутальная поддержка населения». Поэтому все мероприятия не прописаны в программе и более детально представлены в том отчете, который у вас на руках. Следующий слайд. Большое внимание мы уделяем поддержке многодетных семей и здесь также расходное обязательство, которое полностью осуществляется за счет средств регионального бюджета. Объем расхода в 2020 году увеличился и в общем объеме составил 256 почти миллионов рублей. То есть это и те меры, которые действовали, о которых я уже отметила, это оплата жилищно-коммунальных услуг в пределах 30% стоимости жилищно-коммунальных услуг, это и питание детей, также подготовка к школе и предоставление земельных участков. Значит, по предоставлению жильных участков данным поломочиям у нас занимается Министерство по земельным и имущественным отношениям в 2020 году не предоставлялись, но в целом за период с 2019 по текущий момент обеспечены 3478 многодетных семей семейными участками. Понятно, что параллельно правительствам Республики Калмыкия решается вопрос об обеспечении тех земельных участков, которые предоставлены многодетным семьям, обеспечении их соответствующей инженерной инфраструктурой. И в рамках утвержденной индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия до 2024 года предусмотрены средства на разработку проектно-смертной документации на подведение инженерных коммуникаций и, соответственно, второй этап проведения непосредственных работ планируется в рамках второго этапа индивидуальной программы социально-экономического развития. Следующий слайд. Также актуальным у нас является мероприятие по реализации закона о региональном материнском капитале, который мы с вами также уже неоднократно за этот период корректировали и начали дополнительные направления на расширение, скажем так, положений, по которым я могу заниматься региональным материнским капиталом. И дополнительный, который на сегодняшний день занимает наибольший удельный вес, это проведение ремонта живого помещения, в котором проживают многодетные семьи. Размер регионального материнского капитала для детей, рожденных с 1 января 2019 года, составляет 107 800 рублей. Соответственно, для тех семей, которые получили региональный материнский капитал до этого периода, составляет чуть больше 70 000 рублей. Кроме тех мероприятий, которые я обозначила, многодетные семьи могут воспользоваться поддержкой в рамках закона о государственной социальной помощи. И отмечу, что в 2021 году расширяются у нас мероприятия по поддержке граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в рамках дополнительной меры, это предоставление госсоцпомощи на основании социального контракта. Нормативный правовой акт правительства уже принят. В настоящее время органы социальной защиты готовы к приему заявлений. Эта мера направлена на поддержку семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но при этом семья, которая претендует на эту меру поддержки, она должна взять на себя обязательства по повышению своих доходов. То есть, либо через трудоустройство, либо имеется возможность открытие собственного дела, как предприниматель или как самозанятый. На развитии личного пособного хозяйства возможно получить помощь за 100 тысяч рублей. Ну и четвертое направление – это имение жизненной обстоятельств. Кроме закона о государственной социальной помощи, многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут воспользоваться льготами по адресным субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг. И также у нас многодетные семьи по данному направлению имеют возможность получать до 100% возврата расходов на оплату коммунальных услуг. Следующий слайд. В рамках социального обслуживания населения республики, в рамках социального обслуживания детей, у нас в республике функционируют сети следующих учреждений. Это детский психонезологический дом-интернат, реабилитационный центр для детей-инвалидов, социальный приют и 14-комплексный центр социального обслуживания населения республики, который осуществляет непосредственно предоставление социальных услуг. также мероприятия по социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних граждан, профилактики семейного неблагополучия, а также во взаимодействии с субъектами профилактики осуществляют мероприятия по решению проблем без призорности и профилактики безнадзорности. Что касается материально-технической базы наших учреждений, то в 2020 году у нас было обновлено оборудование более чем на полмиллиона рублей для детского психоневрологического дома-интерната. На 2021 год запланирован ремонт детских площадок более чем на 11 миллионов рублей. По реабилитационному центру для детей-инвалидов центр находится в приспособленном помещении и в индивидуальной программе социально-экономического развития республики включено такое мероприятие, как разработка проектно-советной документации на строительство нового реабилитационного центра для детей-инвалидов. Это одно из основных мероприятий, которое запланировано в рамках программы «Доступная среда» по направлению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Что касается непосредственно самого действующего здания реабилитационного центра, то в прошлом году были предусмотрены 11 миллионов рублей на проведение ремонта, но, к сожалению, из-за пандемии нас подвел подрядчик и ремонтные работы пока продолжаются и планируется завершить до 1 мая текущего года. Значит, по социальному приюту для детей-подровка в части материальной технической базы в 2018 году был проведен ремонт Лукоилом, поэтому, соответственно, те основные проблемы, которые имелись, они были решены в рамках проведенных ремонтных работ. Ну, а в деятельности комплексных центров социального обслуживания населения хотелось бы отметить, что осуществляется патронаж семей, которые находятся в социально опасном положении. На сегодняшний день у нас состоят на учете 160 семьи, которые находятся в социально опасном положении. И в эти семьи совместно с КДН районов осуществляют регулярные рейды. В качестве совместных рейдов в 2020 году было 277 совместных. Если говорить в целом о социальных патронажах неблагополучных семей, то в 2020 году 5886 патронажей неблагополучных семей были проведены как ответственно комплексными центрами социального обслуживания населения. В рамках организации досуговой деятельности и развития творческих способностей несовершеннолетних у нас в центрах функционирует 35 кружков и клубов для детей и подростков. Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения в 2020 году стал победителем конкурса фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И соответственно на средствах гранта реализуются мероприятия по профессиональной ориентации при профессиональной подготовке несовершеннолетних подростков, которые состоят на всех видах профилактического учета. Также при Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения у нас функционирует детский телефон доверия, но, к сожалению, он функционирует только в дневное время. И на сегодня стоит вопрос по организации его деятельности уже в круглосуточном режиме. Следующий слайд. Также несколько слов хотелось бы сказать о той работе, которую мы проводим совместно с органами исполнительной власти. Это работа по формированию программы ранней помощи детям-инвалидам. Значит, на сегодня мы сформировали рабочую группу, мы проводим обучение специалистов всех учреждений, которые непосредственно задействованы в реабилитации детей. И в рамках ранней помощи сформирована база данных детей от года до трех лет, которые нуждаются либо в реабилитации, либо дополнительной медицинской помощи, либо в сопровождении и направлении в дошкольной образовательной организации. Соответственно, по данным мониторинга определена целевая группа. Это 323 ребенка в возрасте от рождения до трех лет. В целом уже звучало и в докладе министра здравоохранения, что у нас 1700 детей-инвалидов в целом в республике, что составляет 2,5% от общей численности детей. Также в рамках укрепления института семьи в духовно-мравственных традиции семейных отношений также совместно с органами исполнительной власти реализуется ряд мероприятий. Ключевыми из них мы выделяем обручение знаков отличия за высокие воспитания детей с денежным поощрением в размере 30 тысяч рублей. Ежегодно у нас проводятся мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Также награждаются супружеские пары, которые прожили более 25 лет в браке. И большое такое очень доброе мероприятие, которое проводится уже на протяжении 6 лет в республике, и это сервиский конкурс «Семья года», и за счет средств регионального бюджета предусмотрены выплаты семьи победителем в номинации 50 тысяч рублей и дополнительно для семьи года 100 тысяч рублей. Мария Петровна, спасибо. Икрасно от тех основных направлений, которые реализует министерство, готовы ответить на вопросы. Очень правильно. На хорошей мажорной ноте завершили вы. О любви и верности, о семьях, это начало-начало. Поэтому, уважаемые коллеги, в рамках темы обозначенной, повесите, пожалуйста, вопросы. У меня вопрос. Пожалуйста. Уважаемая Марина Петровна, мы подробно выслушали ваш отчет в рамках ежегодного доклада. Я уточняю еще вопрос. По отчету контрольно-счетной палаты, у нас по итогам реализации национального проекта «Демография» не удалось достичь значений ключевых показателей, таких как, да, коэффициент рождаемости по возрастной группе 25-29 лет, да, число, родившихся на тысячу женщин соответствующего возраста при плане 96,9 единиц составил 95,7. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет, число, родившихся на тысячу женщин соответствующего возраста при плане 78,9 единиц составил 74,7. Суммарный коэффициент рождаемости при плане 1,558 недель составил 1,53. Смертные женщины в возрасте 16,54 лет при ожидаемом значении 134,1 на 100 тысяч человек составил 136,1. И смертность мужчин в возрасте 16,59 лет при ожидаемом значении 595 на 100 тысяч человек составил 619,6. А выводы, к которым приходят независимые убитые, это недостатки деятельности органов исполнительной власти Республики Калмукия, негативно отражаются на результатах реализации Республики Калмукия в национальном проекте демократии. Более того, 25 декабря на очередной сессии мы принимали параметры трехлетнего бюджета. Итоги социально-экономического развития, которые были озвучены профильным министром финансовым, первым замом, и тот раздачный материал, который был, говорят о том, что у нас смертность Республики Калмукия составляет 1795 человек, из них, естественно, обе 5 человек. Вот как быть с учетом той ситуации, которая есть? Понятно? Да, понятно. То, что касается заключения контрольно-счетной палаты, значит, на момент формирования данного заключения еще не было отчета об итоговых показателях. И более того, с 2021 года возрастные коэффициенты рождаемости заменены на коэффициенты, суммарные коэффициенты рождаемости вторых детей, суммарные коэффициенты рождаемости третьих и последующих детей. По данным направлениям мы выполнили суммарные коэффициенты рождаемости третьих и последующих детей у нас по факту 0,59, что выше планного значения. Что касается тех показателей, которые вы обозначили, на самом деле возрастные коэффициенты рождаемости возрастной группы 20-25 и возрастной группы 25-29, они прежде всего обусловлены снижением количества женщин в данной возрастной группе. Если сравнивать показатели по данной возрастной группе за 10-летний период, то количество женщин в данной возрастной группе уменьшилось на 39%. Соответственно, и поставлена задача в целом на уровне правительства Российской Федерации поддерживать семьи и стимулировать их на рождаемость третьих и последующих детей, то есть увеличивать количество рождений на одну женщину. Что касается суммарного коэффициента рождаемости, да, мы чуть не дотянули до планового показателя, то есть отклонение у нас составило всего 0,05, но при этом суммарный коэффициент рождаемости по республике, он выше среднего по Российской Федерации, то есть по России 0,1,49, по республике Фомунке 1,53. И, как я уже отметила, положительный факт – это увеличение третьих и последующих рождений в республике. Поэтому на сегодня, безусловно, правительство Республики Калмыкия также озадачено этой проблемой. Это проблема, которая характерна не только для республики, а в целом практически для 80, наверное, субъектов Российской Федерации. Значит, есть определенные планы по расширению мер социальной поддержки, которые прорабатываются финансовым органам. Понятно, что кроме финансовой поддержки очень важны такие мероприятия, которые в целом направлены на, наверное, позиционирование положительного опыта многодетных семей, и проведение информационной кампании, проведение и участие в данном мероприятии, и учреждения культуры, и СМИ, и так далее. То есть это большой комплекс мероприятий, которые мы на сегодняшний день отрабатываем, и в ближайшее время правительством будет представлен план по улучшению демографической ситуации уже в рамках тех целевых задач, которые стоят перед поставленной правительством Российской Федерации до 2030 года. Что касается параметров, которые мы рассматривали 25 декабря, то, как я уже отметила, у нас ежегодно увеличивается объем средств, которые направляются на меры социальной поддержки. То есть это большая часть, понятно, за счет средств федерального бюджета, но и за счет средств регионального бюджета, как я уже отметила, мы с вами рассматриваем постоянно и корректировку закона о многодетных семьях, расширяем меры поддержки, соответственно, увеличиваются расходные обязательства, расширяем меры поддержки по закону о региональном материнском капитале, увеличили его размер, продлили до 2026 года, и, более того, дополнительно принимаются какие-то такие мероприятия, которые направлены на поддержку семей и детьми. Что касается 2021 года, то буквально вчера на уровне Российской Федерации принят указ президента Российской Федерации об изменении порядка определения дополнительной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и если в 2020 году ее размер составлял 50% от прожиточного минимума, то сейчас в зависимости от отходов семьи, семьи будут получать до 75 или 100%. То есть объем расходов ежегодно увеличивается, и расходы на поддержку семей и детьми являются приоритетными, и по сути мы стараемся выдерживать изменения этих расходных обязательств в графике. Марина Петровна, тогда у меня уточняй, что это все понятно, да? Особенности, скажем так, недостижения целевых показателей, они не являются нюансами, поскольку есть, условно говоря, реализация национальных проектов, четкие задачи и достижения в конечном итоге. И поэтому как бы ссылки, это, конечно, плохо, что количество женщин, которых хотели бы родить, это вызывает вторую проблему, это оценка социально-экономического положения в республике Калмытия, которая говорит о том, что сегодня не все могут себе позволить родить очередного ребенка. Что касается, и это вы понимаете, что реализация и контроль за реализацией национальных проектов вложится в оценку эффективности вообще КАИКи, вышло должностного лица субъекта. Что касается о мерах социальной поддержки, многодетных сил, да и в части ежегодного доклада, который мы сегодня обсуждаем, этих мер практически не хватает. Мы с вами в том числе это обсуждали, начиная с 19-й сессии Народного курала. И, конечно бы, дополнительно хотелось бы, все-таки с учетом вашего посылу сегодня, Марина Петровна, видеть дальнейшее законодательное стимулирование региональных мер поддержки в рамках исполнения нашего проекта «Демография». Спасибо. Спасибо. Можно мне вопросы? Да, можно, конечно. Марина Петровна, вы всегда очень хорошо, в общем-то, освещаете данные статистики, хорошие таблицы по количеству новорожденных. Но я вот не увидела таблицу, например, по качественным показателям здоровья новорожденных. Вот, насколько я знаю, вот, от врачей, и особенно тех, кто принимает роды, что показатели у нас невысокие в этом плане. Я этих таблиц здесь не увидела. Я не увидела таблиц по качественным показателям здоровья других групп детей, там, ладших школьников, старших школьников и так далее. Я не увидела таблиц по количеству потребления алкоголя старшеклассниками. А ведь это все говорит именно о здоровье подрастающего поколения. У вас есть эти цепи? Потому что для нас, вообще-то, на самом деле, очень важны не просто статистические данные, столько-то родилось, столько, а именно качественные показатели, каково здоровье тех, кто родился. Потому что... Это больше министра здравоохранения. Нет, на самом деле, раз, слушай, говорим о статистике, да, да, да. А в голове детей это все касается этого министерства. Татья Сергеевна, значит, на самом деле, показатели системы здравоохранения, но, учитывая, что реализацию мероприятий, государственная программа «Доступная среда» мы реализуем совместно, все органы исполнительной власти, то скажу, что на сегодня количество детей-инвалидов я отметила в своем докладе о республике, составляет тысячу семьсот человек. Нет, детей-инвалидов, вообще детей. У нас же есть дети, вот возьмите любой класс, там сразу можно определить, но это вот действительно вы должны работать совместно с Минздравом. У вас должно быть общее направление, и всю эту статистику вы должны отслеживать. Вы должны отслеживать количество больничных листов, которые берут родители, да, детей, школьников, дошкольников. Это вот поле для вашей работы. Они работают по факту. Нет, ну, это тоже факт. Сколько больничных листов, например, в определенной школе, да, родителей берут по уходу за больным ребенком? Так, Сергеевна, ну, на самом деле, наверное, здесь я переведу стрелки, скажем так, на систему здравоохранения, поскольку непосредственно система здравоохранения осуществляет мониторинг состояния здоровья детей, и в этой части имеются статистические показатели у Минздрава, в целом, по детям, которые в течение года получили медицинскую помощь. Например, вот только за 2020 год медицинская помощь в стационарных условиях была оказана 6 пить, чем 400-502 детям. И количество проведенных кое-како дней в учреждениях здравоохранения составило 59 тысяч 20 тысяч. Мы это услышали. Я прошу прощения. Малитар, тут вот у меня был следующий вопрос, просто на языке уже был. Как вы взаимодействуете с Министерством здравоохранения, образования, то есть система, или каждый свою копну молотит, и на этом взаимодействует? Значит, система взаимодействия у нас осуществляется по категории дети-инвалиды. В этой части реализуется программа «Доступная среда» и, соответственно, ведется соответствующая работа. То, что касается основной государственной политики, то мы занимаемся той работой, которая возложена на структуру социальной защиты. Это непосредственно социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки, а система здравоохранения, здоровья детей и охраны. Ну, взаимодействуем, ну, учтем. Спасибо. Еще есть вопросы? Это просто такое, Юлина. Во многих регионах, как и Федерация, в рамках наставства демократии есть выстроена эффективная коммуникация в центре занятости населения по сплатному учению женщин, ну, специального раздела, да, работа для мам, мамочка там находится в ребре, потому что в инстепресс одна женщина находится в ребрете, не очень оплотно берут работодателя на датную работу, если тем более это многодетная мама, которая находится в долгом, вытяжном ребретном области. С вами разговаривая, вы сказали, что здесь у нас подобное бесплатное обучение. Вопрос, насколько они актуальны и современны, и как пользуются спросом у наших мамочек в республике, насколько они актуальны. Второй момент, мы уже виновались в андекладе о выплатах на коммунальные услуги в магазинных семьях, вы сказали, до 100%. От чего-то зависит этот процент, и есть какой-то мониторинг по поводу все ли наши в магазинных семьях пользуются в данную услугу. Понятные вопросы. Ольга Юрьевна, то, что касается обучения женщин, которые находятся в отпуске по уходу, то это направление, которое реализуется в рамках проекта «Демократия» по всем регионам, по всем субъектам Российской Федерации. Средства на обучение предоставляются субъектам в виде субсидий из федерального бюджета, и в прошлом году, к сожалению, объем расходов, который был предусмотрен изначально законом и федеральным бюджетом был фиквестирован, но те целевые показатели, которые были определены республике, 16 женщин, они были полностью исполнены. Что касается текущего года, то также это мероприятие сохраняется. Единственное, меняется формат финансирования данного направления, и финансирование теперь будет поступать не в субъекты Российской Федерации, а будут проходить через аккредитованные организации, непосредственно движение «Горл» «Скелл» будет заниматься этим направлением. Пока еще нет порядка, то есть в течение последующих 9 месяцев, с апреля месяца, я думаю, что это будет регулировано, но центры занятости будут также формировать группы и направлять на обучение. При определении специальности и профессии, безусловно, учитывается пожелание самих мам, поскольку кто-то идет на повышение квалификации по тому образованию, которое имеет, кто-то получает дополнительное профессиональное образование, поэтому примеры важные, но очень востребована услуга. Например, председатель общественной организации многодетных семей Калмыкии, она тоже в прошлом году прошла обучение, поскольку находится в отпуске по уходу за ребенком. Что касается выплат на коммунальные услуги, в рамках закона о поддержке многодетных семей, семья имеет право на возмещение до 30% коммунальных услуг в пределах норматива потребления, то, о чем я говорила, до 100% возможно привлечь в рамках адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть, это мера поддержки, которая действует для любых категорий независимо. Те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума, и у которых расходы на оплату коммунальных услуг превышают 20% от их совокупного дохода семьи. Поэтому, учитывая, что расчеты осуществляются, исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, соответственно, многодетная семья, это 5 и более человек, по расчету выходит практически в размещение до 100%. Поэтому, не все семьи охвачены, но, тем не менее, пользуются спросом это направление, и здесь обязательное условие, что семья не должна иметь должности по коммунальным услугам, поскольку идет возмещение расходов. Спасибо. Еще вопросы? Нет вопросов. Желающие высказаться по желанию Марина Петровна. Марина Петровна, ну вот вы видите, в принципе у вас системный материал изложен, действительно, я вот как своим духозам посмотрел, но вот взаимодействие, тут вопрос не зря возник уже, Талия Сергеевна, я имел в виду, значит, все-таки взаимодействие давно быть более четким, потому что, думаю, что следующий отчет, который вы будете делать, дай бог, будем живы, не помрем, значит, чтобы обязательно вот это взаимодействие, если его нет взаимодействия, то не всегда можно проследить и то конечный результат есть, поэтому надо учитывать это все дело, мы постановление отметим давайте, обратить внимание правительства на некоторое слабое взаимодействие министерств, части этой очень важной не будем, что будем закладывать. Хорошо, уважаемые коллеги, у вас на руках есть проект постановления, есть предложение принять его, прошу подготовиться к голосованию, карточкой где голосовать, за, спасибо большое и нагласно, Марина Круна, можно остаться на трибуне, уважаемые коллеги, у нас следующий вопрос, шестой, он связан с отчетом о деятельности контрольной счетной палаты, проект закона, но следующих три вопроса, Марина Петровна, не будете возражать, если мы передвинем вопросы, Марину Петровну, чтобы не ходить сюда-туда, а Петр Валентинович после вопросов, которые мы не возражаете, Петр Валентинович? Нет, Марина Петровна, поэтому я объявляю, следующий вопрос, седьмой слушаем, проект закона республики, обнесение изменений в закон республики по знаке отличия республики за заслуги воспитания детей, правительство вносится, поручено Марине Петровне, а из-за Киева министру доложить, пожалуйста. Уважаемые депутаты, данный законопроект носит больше такой революционный характер. Напомню, что знак отличия республики по мухе за заслуги воспитания детей, он введен в целях повышения авторитета многодетных семей, пропаганды семейных ценностей, традиций, поддержки общественного престижа, родительского труда, поощрения семей, внесших значительный вклад в сохранение и укрепление ценностей и традиций. Соответственно, данным знаком отличия награждаются родители, состоящие в браке, воспитывающие пять и более детей, которые имеют в наличии высокие успехи в образовательных учреждениях, другие, также другие достижения в целом семьи. В соответствии со статьей 3 закона при награждении знаком отличия в услуге воспитания детей, учитываются также дети, усыновленные и приемные при условии достойного воспитания не менее трех лет, но вместе с тем представление к награждению родителей, достойно вырастивших, воспитавших детей, находящихся под опекой, попечительствам, согласно действующей редакции закона не предусмотрены. Поэтому мы вносим предложение включить также эти семьи. Отмечу, что на 1 марта 2021 года в республике зарегистрировано 364 семьи, извините, вот о тех детях, о которых говорил Герман Икс, не чуть больше 340 их, воспитываются они в 264 семьях, то есть это семьи, где воспитываются дети под опекой. Из них 21 семья, в нашей категории многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей. Поэтому предвоздаемый законопроект позволит расширить перечень многодетных семей, которые имеют право на получение этого знака отличия. По законопроекту всего, Анатолий Васильевич готова ответить на вопрос. Вопросы есть, парень Петрович? Есть предложение поддержать? Отдавайте, пожалуйста. вопрос уточняющий. Вот была таблетка только что, да? По знакам отличия, и там за заслуги о воспитании детей, по-моему, еще прилагается сумма 30 тысяч, да? А у вас в финансово-экономическом обосновании написано, что законопроект не потребует дополнительных расходов республиканского бюджета. И сейчас, если мы расширяем количество получателей, да, вот этого знака отличия, то, соответственно, увеличится средствами у нас обеспечено это расходное обязательство. Соответственно, количество семей варьируется от того количества, которое будет представлено органами местного самоуправления. Почему мы вносим непосредственно эту корректировку? В прошлом году была внесена семья, в которой представлено, вернее, награждение семья, в которой находятся дети под опекой. правового основания включить эту семью в качестве получателя. Дополнительных расходов не потребуется. в целом у нас 21 дня, это в рамках того, который мы ежегодно планируем на реализацию закона. Больше нет вопросов? Нет. Желающие пожелания? Жуткие пожелания? Нет. Голосуем. Но при тем, как голосовать, у нас заложит председатель комитета Вармахатилища, Салай, вопрос рассматривался на этом комитете по образованию, возражения культуры, маловерной политики, социальной защиты, спорта. Вармахатилищ, пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые результаты, вопросы рассмотренные на сзади комитета единогласно рекомендую народному праву по образованию принять данный законопроект с учетом ряда замечаний, которые были изложены, представлены на сзади комитета и общее согласование выловлено, и в соцсетии мы предлагаем и просим распрещение. Уважаемые коллеги, возникли противоречия? Нет, если я не возникли, потому что подготовится голосование карточками за. Единогласно. Спасибо, Марина Петровна, спасибо, уважаемые депутаты. Мы продолжаем нашу работу. Слушается вопрос под номером 8. Рассмотрится проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики о детях войны. Вносится правительством Республики, опять-таки, поручено заложить Министерство социального развития, труда и занятости. Марина Петровна, я дусь киваю, пожалуйста. Уважаемые депутаты, данный законопроект разработан правительством Республики Калмыкия по итогам обсуждения реализации закона о детях войны на площадке парламента в 2020 году. Напомню, что 4 марта Республика Калмыкия в числе немногих регионов приняла закон, региональный закон о детях войны, и данным законом установлена новая льготная категория это граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 27 по 45 годы. Соответственно, статьей 3 для данной категории была предусмотрена ежегодная денежная выплата с Днем Победы в размере 2000 рублей, независимо от получения иных мер социальной поддержки по другим основаниям. Значит, в апреле прошлого года мы провели работу и в беззаявительном порядке были назначены выплаты тем гражданам из этой возрастной категории, которые состоят у нас на учете, дополнительно провели работу с пенсионным фондом, максимально провели разъяснительную работу. Значит, число лиц, получивших ежегодную денежную выплату в 2020 году составило 10 200 человек, объем расходов республиканского бюджета 20 миллионов 400 тысяч рублей. Представленным проектом закона предлагается заменить единобременную выплату в размере 2000 рублей на ежемесячную денежную вытоту в размере 500 рублей с начала 2021 года. Соответственно, объем расходов республиканского бюджета увеличивается в три раза на реализацию данного расходного обязательства и составит 60 миллионов рублей. Учитывая, что данный вопрос обсуждался и в законе арест бюджета на 2021 год уже была предусмотрена сумма на реализацию закона, то небольшой объем дополнительных потребностей у нас все-таки есть, но это никак не повлияет на реализацию закона и в общем объеме расходов на реализацию межсоциальной поддержки данные обязательства будут выполняться. По законопроекту все, спасибо. вопрос. Пожалуйста. Точняющая Мария Бердовна, подскажите, если получатель будет являться получателем региональной меры поддержки ветеран труда, он будет иметь право? Да, независимо от иных мер поддержки устанавливали специально льготную категорию все-таки рожденные в период в период там только дата рождения только дата рождения вопрос вот этот вопрос обсуждался при принятии бюджета на этот год, и мы как раз на встрече с министром финансово сегодня обсуждали этот вопрос по вежемесячной выплате, и он нас заверял, что все нужные деньги уже заложены в бюджете, а вы сейчас говорите, что какая-то сумма еще необходима. Какая сумма? На сегодняшний день в законе о бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей, а общая потребность 61 миллион. То есть эта сумма, то есть та разница, которую мы смогли перенести в рамках бюджета, это была сумма по закону многодетной схеме, которая в прошлом году корректировалась. Соответственно, этот объем будет обеспечен, и это не повлияет на реализацию этого дела. Есть вопросы? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, этот закон был тяжелый, в принципе несколько раз фракции ставился на этом уровне. Более того, мы этот вопрос поднимали в Южном Ассоциации Южных Парламентариях, и в принципе нас там поддержали, и сегодня почти 26 регионов приняты в закон. А хочу отметить, что на последнем принятии бюджета был вопрос поставлен, хочу поблагодарить министра, первозампредседателя, и правительства, которые пошли на встречу и нашли средства для того, чтобы, например, не с 22 года, а с 21 года, с января месяца вести, и поэтому эта разница, которая, например, появилась, была предусмотрена, и на сегодняшний день эту проблему, в общем-то, нашли и закрыли. Поэтому он прошу депутатов, коллег, поддержать этот закон, я думаю, он необходим, тем более сегодня, когда у нас находится в республике та возрастная группа, которая, в общем-то, начинает это поддержка, находится в старом положении, и эта поддержка для них очень будет важна. Спасибо. Есть еще желающие выступления? Нет, в одномах есть изучение, коллеги. Уважаемые коллеги, учитывая социальную значимость данного закона, комитет решил рекомендовать народного права в парламенте Республики Парламыхи снять данный законопроект с одним замечанием. Можете замечание заключаться в следующей части «Враслой ежегодно заменить словом для них ежемесячности». То есть, если ранее от форума выплачивалась один раз в год, и теперь выплачивают ежемесячно. А так, в общем, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, решение, как это озвучено, не развито противоречий, голосуют за проект закона. Проект, ну, важно, кто за? Спасибо, Марьяна Петровна, законопроект. Мы продолжаем. Слушается девятый вопрос в поведении дня о проекте закон о внесении изменения законной республики о праздничных памятниках дня в Республике Калмыч. Обносится правительством поручено доложить министр социального развития труда и занятости. Пожалуйста, Марья Петровна. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение правительством Республики представлен проект закон о праздничных памятных дня Республике Калмыч. Согласно действию генерального закона о праздничных памятных днях Республики день принятия степного вложения Конституции Республики Калмыки 5 апреля установлен нерабочим праздничным днем. При этом день Конституции Российской Федерации 12 декабря 1 января 2005 года согласно федеральному закону 201-му о внесении изменений статью 112 Кодекса Российской Федерации список нерабочих праздничных дней исключен. 12 декабря день Конституции Российской Федерации причислен к памятным датам Российской Федерации и таким образом с учетом практики федерального законодательства с представленным проектом закона предлагается день принятия степного вложения 5 апреля исключить из числа нерабочих праздничных дней и установить 5 апреля в наш памятник памятным днем. По законодательству все. Уважаемые коллеги есть вопросы? Не вопросы. Пожалуйста. Уважаемая Марина Петровна подскажите пожалуйста в связи с чем делать данные законодательного статьи кроме той поясницы которую мы услышали с учетом того что это будет рабочий день сколько валовый региональный прогноз получит от того что у нас люди выйдут на работу и оплатывают в честь. Пожалуйста. Согласна. Ну значит правительством Республики Калмоги обнесен законопроект с учетом правоприменительной практики в отношении аналогичного дня Конституции на федеральном уровне. То что касается исключения данного рабочего данного дня из праздничных дней и установления его памятным днем понятно что это будет рабочий день соответственно оценить влияние одного дня на валовый региональный продукт нафоржно и к сожалению эта работа не проводилась но если есть такая необходимость мы заключим министерство экономики к операботе и дополнительно предоставим информацию. то есть других моментов для возникновения данной законодательной инициативы кроме приведения в соответствии как вы это называете Марина Петровна вопрос вам как заплачивать не было. Второй момент это сокращение количества нерабочих дней. Марина Петровна значит все таки анализ министерства экономики был предварительно предваряя работу вашу как противного министерства над внесением данной предварительно министерство экономики возможно и прорабатывало данный вопрос но эта информация не была представлена. Есть вопросы еще? Желающие выступить? Нет. Есть? Есть? А да прошу прощения. Ну я считаю что это правильное решение поскольку там хотели увековечиться но история всегда подтверждает что это невозможно на какой-то период это работает а дальше нет потому что приходят другие вожди они хотят увековечиться конкурентная среда во власти она всегда существует и вопрос у нас же что смешного на самом деле вот сегодня подтверждается то есть сегодня другой глава пришел тоже назначил новый праздник там в июне месяце вот связанная в июле да и они сами убедились как раз в этот день был день был такой ужасный жарище плюс это плюс это саранча и там все прочее и невеселое настроение по поводу уже начавшегося падежа тогда на тот момент сельхоз животных поэтому хотя все сроки подсказывали что это надо делать было в сентябре но тем не менее вот я не знаю из-за какого-то порыва или чьей-то такой мысли настояли и сделали праздник ну для калмыкии в июль месяц это ужас поэтому я думаю что и тот надо было отменить день и назначить нормальный осенний праздник 4 ноября автономия вот такое предложение давайте заодно и там поменяем а что ничего не меняется это тоже сходу поменяли по предложению по вопросу принять конечно спасибо значит пожалуйста спасибо за правильно чем больше работы больше пользы уважаемые коллеги все комитеты озвучено если не возникло противоречий то мы с вами должны принять соответствующий закон для этого нужно проголосовать открытые кто за кто против кто воздвижался спасибо уважаемые коллеги мы вопросы которые докладчиком которым обвинена Марина Петровна заслушаем поэтому я предлагаю вернуться к тому шестому вопросу который у нас по вести дня и запланирован следует вопрос о проекте постановления народного курала парламента республики есть и контроля на общественной палате в 2020 году вносится председателем народного курала Порокина докладывает вы из которого Алексей Ильич Харенжина пожалуйста я кратко сделаю вы получили уважаемые председатели уважаемые республики соответствующие полномочия и плана работы консольческой палаты с учетом изменений в основе условий установки связи опасность сохранения коронавирусной инфекции в 2020 году проведено в 2009 мероприятия из них действительных контролей и председательных мероприятий в 2020 году действительная основная сосредоточена на контроле захода и организации на территории республики национальных проектов направлений правоохранения демографии культура безопасные и качественные автомобили дороги городская среда а также отдельных мероприятий в области сельскохозяйства и водоснабжения в представленном контроле деятельности полномочия органов инфекции власти и государственных муниципальных организаций выделены нарушения недостаточно не влияющие на полномерие стратегии в развитии региона обозначенные проблемы частности анализ организации национальных проектов безопасной и качественной автомобильной дороги по повышению статей 1794 ДК и полный объем направляется на дорожные деятельности средства и принимается достаточный мероприятий доходу дорожного фонда республики власти архитекта неизвестен нарушения суммы вреда тяжеловесных грузов и денежных сысканий нарушение правил перевозки данной грузы в 2020 году газеты предприятия информационного правового агентства составлено 105 актов о превышении лесовых и габаритных параметров по которым не вынесено ни одного постановления обозначение административного штрафа что повлекает поступление дохода из брюканского режима отсутствие локальных актов определяющих порядок взаимодействия режим работы сотрудника южного межрегионального управления государства обстановки надзора и газеты предприятия свидетельствуют о недостаточной прозрачности их деятельности по обеспечению сохранивших сахарных дорог что касается этих постов то здесь участвуют соответственно соглашения МВД межрегиональный южный автор дорог на Азур и хозяин предприятия согласно их полномочия сотрудникам МВД не участвуют в веселом контроле не могут остановить машину сотрудники Мугатны атомного надзора и газеты предприятия сотрудники они участвуют в веселом контроле но не могут остановить и задержать машину и поэтому у них еще не расписали кто должен дежурить мы сколько приезжали там находится сотрудник газеты предприятия ИПА и он не имеет права составить протокол протокол составляет сотрудник федерального автодорожного надзора но его на месте нет как составляется машины идут все время непрерывно поэтому межрегиональный прокаткуру дали правоценку указанный недостаток создает выполнение полного объема негрегиональных проектов сеть кроме того данный проект и нефеструли мероприятия на мотивы обеспечивающие требования безопасности автомобильных дорог определяющие достижения их цели проекта основного указа президента российской федерации межрегиональный проект чисто водарь и коммуника предусмотрено выполнение работы реконструкции и строительства с 28 объектов ресурсов решений которых на 98 состоит в 23 федеральном бюджете по мнению палаты для монитория реализации 05 федерального проекта имеется изобразовать включение дополнительных показателей по количеству построенных и реконструируемых двух федеральных посложений базовые показатели федерального проекта были установлены необоснованными так для спуга и калмыкин перевод показатели доли населения Российской Федерации обеспечены качественным путем в этом вести секции производного расслужения суждено значение 72,6 процента в 2004 году 83,3 в результате а также оценки состояния централизованных систем водоснабжения будет показать что водой отвечает требования санитарного законодательства и систем централизованного населения обеспечены лишь на 7,4 процента населения в 10 раз ниже установлены базового значения наблюдателя соответственно вегеральном уровне сформировано было искаженное представление обеспеченном населении с публикой пяти водой и систем централизованного водоснабжения в настоящее время этот проект доработан правительством здесь стоит уже реальная цифра 70-40 процентов базового при проведении реализации региона проекта создания системы поддержки первой различной сельской операции установлены недостатки нормативных правового регулируемого порядка предоставления граждан реализации личных законодательства региона и хозяйства в 2019 году которые создавали предпосылки для коррупционных появлений так условия коммуникаса предусмотрены действующие порядком предоставления поддержки сельскохозяйственного производства в рамках создания системы поддержки фермеры мировой сельской операции стали заявители участников проекта программ стартап зависим сотрудничества комиссии Министерства средств хозяйской службы коммуника а процедуры проведения второго этапа пункта были не достаточно объективными и прозрачными в рамках исполнения представления палаты Министерства и Хозовского коммуника обеспечено отмена прежних порядок представления государственных поддержек фермер гражданской операции и утверждение нового порядка представления графа которых зачислено сниженное влияние материал-технических факторов предприятия ШИМ выделены граммами Анализ реализации скульпированных национальных проектах здравоохранения демографии в 2019 году показалось что заказчиками при ограничении круга участников не принималось внимания что начальная максимальная цена контракта на проведение строительных работ проведется на основе проекта документации налог на добавление стоимости например стоимость контракта на проект пристроив детский и социальный вводе листин определена с учетом налога на добавление стоимости подрядчиками в плане работ конкурса проведены субъекты малого предпринимательства не являющихся платежщиками национального налога в результате стоимость подрядного рост необоснованно завышена в средстве бюджета использования неэффективного налога также отвечает не затягивая сроку проведения закупочных процедур что не позволило получить максимальный результат использования закупания товара работу услуг в отчетном периоде и отразил на протяжении значений целеных показателей так десказа на своевременность и полноту доведения лимитов бюджета в результате в результате в результате в результате регионального проекта борьба с онкологическими заболеваниями в сумме 74 миллиона 927 тысяч рубля извещения о проведении закупок разрешены в регионной информационной системе закупок более чем через полгода контракты заключены в тюрьме в ноябре в результате фактически подставка и установка института оборудования в декабре 2019 года а в отдельных случаях с нарушением условия сроком января 20-го года за пределами отчетного периода не спасут решения последние задачи и осуществления в рамках регионального проекта за счет исполнения судебных решений направлено на покешение обязательств врок в отчетах в году палата также организован полоночек по проведению экспертиз государственной программы о том что их формирование и реализация в основном носит формальный характер что связано от правительства с удовлетворением общих требований в основном бюджетно-законодательстве не вначале государственной программой является инструментом государственного регулирования экономики обеспечить достижение перспективных целей и задач путем использования ресурсов и ключевым механизмом свойств которым ввязываются стратегические бюджеты планирования в этой связи хотел бы я обратиться к депутатскому чтобы активнее участвовали при расследовании проекта на программ их изменения все более догонизация вы говорили что предусмотрено депутаты сейчас праве могут осматривать проекты и я уверен что если депутат будет еще совместно с правительством то документ будет намного качественным и будет меньше вопросов уже другому всего предусмотрено есть премиологические мероприятия палаты направлено соотечественной области 37 заключений из них 28 по экспедиции законопроектов в учетном году со счетом палатных операций проведен мониторинг расширения бюджетного стимулирующего характера в работе медицинской организации оказывают медицинскую помощь непосредственно участвующим в указании медицинской с помощью граждан в которых были новые хроновесные инфекции и лицами из групп риск выражения новой хроновесной инфекции установленные недостатки права регулирования геннадийского посещения вопроса существования выплат семейных характера не позволили в полной мере оценить правомерность осуществления выплат и с ним в работе в частности в большинстве случаев перечисленные именования в разделении работа которая дает право на установление выплатимых характера а также перечисленные должности медицинс работа в соответствии в разделении определенный локальный меморокин акт медицинских учреждений без учета положений временного порядка организации работ медицинской организации в сфере организации по профилактике жилья рисков данной инфекции в самом деле достаточно администатин работу в органах управления в сфере здравоохранения является нарушение медицинских организаций норм налогового законодательства и как следствие права медицинских работников акт с выплат стимулирующего характера особые условия труда и дополнительного росту произведено за счет средств публиканского бюджета медицинское учреждение удержанного на доходы физиклист в очередь размер незаконно удержанного в работе налога на 1 августа 2020 года или за 4 месяца пандемии составил 17 миллионов за 3 тысячи рублей значит этой темой часть депутата знакома я хочу сказать ситуацию на сегодняшний день как он собирает значит когда у нас появились в ходе проверки разночетений между министром Минифином и контрольской палаты по поводу удержания налога и удержания мы обратились мы не стали писать представления дождались делали запрос финального обслуживания в ответ пришел ответ наш адрес и в территориальном направлении налога и следствия и законы налог не удерживается в конце года министерство финансов попросило палату вопрос неудивую депутату члены комитета бюджета это знает мы обратились в минифинском обратились в департамент кофельный департамент министерства финансов который вышестоящий на туру тут тоже прошло письмо что налог с всеми выживающих неудерживающих а налоги как с федеральным бюджетом поэтому на сегодняшний момент налоговая инспекция позиция налоговая инспекция налоговая не удерживается контроль шеппанат на федеральном налоге не должен удерживаться но наши органы считают что налог удержан очень правильно и все это застынет и полномочия на этом заканчивается потому что возврат налог незаконудержан вновь заемный характер налоговая инспекция готовы возвратить но нужно заемный характер дел налоговая а налоговая это нечестно нечестно это такая ситуация все дело закончится нечестно 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 кроме того Министерства здравоохранения нарушение бюджетного требований бюджетного законодательства были приняты локальные акты обеспечены дополнительные выходы средства за счет средств обязательного медицинского предполагает рост дефицита средств налоговая структуру строительства на оказание медицинской помощи институт организации обеспечены и проведены преступления либо заменила все права штат чел локальные мистер закон приняты меры изменения в акт правительственной механике недостатки методического обеспечения в подвесении медицинской организации. И, конечно, я хочу сказать, что по оценкам палаты мы проводили действительные, я в докладе говорил, что есть вредный порядок организации работ в условиях каидах, в инфраструктурном инфраструктурном развитии. Там есть штат расписания, сколько человек в какой зоне находится. Вот, например, такие специальные отделения. Один, на 40 рублей, где, если не реанимация, где нет внудительного искусственной вентиляции. Врач-эффективное состояние сходило, в случае на 20 слоев, врач-хажер, наша медсестра и так далее, и так далее. Значит, по нашим, если взять это за стул, по нашим оценкам, значит, в Керченевской больнице оценят, значит, мы теперь проверяем период, за 10 месяцев, значит, сигрующий упор на оказание помощи для работников два раза превышает основную дров. Два раза. Мы платили больше людям в Керченевской больнице, в Ярскульской больнице. Два раза превышает чистость персонала в Керченевской больнице, при примерно одинаковых количеств пролеченных больных и всего 8 человек. В Керченевской больнице на момент проверки было сто восемь семь коек. В автор сайт было утверждено на момент проверки пятьсот пятьдесят человек. В Керченевской больнице, если поделить медперсонал на окон, получается, что цена 2,9. Это на момент проверки. После миссии на протяжении В Керченевской больнице приводит в соответствии с целью сохранения порядка, который утвержден в Минзар в России. Значит, уже осень у них было 324 коек. В Керченевской больнице. Утверждено было штат Рассани. Они трудились, но начитались. Триста четырнадцать человек. То есть, если было, на момент проверки было, как все два идей на одной коеке. Это цена. Теперь, повышение резьболитов в нашем предложении, на одной коеке можно носить. Поэтому там вылезает сумма Товарищи, уважаемые депутаты, когда принимали бюджет в 20-й год измерений. Там уже дефицит вылез 1,8 миллиардов, да? Вот это вот всю сумму там, это коммунические, личные переплаты. Не конкретно на человеку личные переплаты, а именно за счет того, что не выдержал временный порядок персоналов, а то, что ждет в Минзар в России. Поэтому вылезает, если 17 миллионов, а доходный налог за четыре месяца надо возвращать. Это значит, мы уже платили за четыре месяца 130 миллионов зарплаты. Плюс 300 процентов, куда я... Ну, сразу, да? Страховые у нас. Страховые у нас. Страховые у нас. Еще 100 миллионов, да? 170 миллионов за четыре месяца. Это с 2-го августа. А потом с 2-го августа, 1-го января, а забегает, получается, 500... Вот мне есть. Вот мне есть. Вот такая ситуация. Ну, ладно, не нужно цель, куда много или мало, где-то сделаем право лишь от депутата. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, значит, мы давайте, чтобы организовано время действительно приустали, мы все немножко, но надо услышать тем не менее все, что надо. Значит, вопросы и выступления. Учить так. Откажите, пожалуйста. Можно, да? Да, пожалуйста. Откажите. Ну, во-первых, Пётр Валентинович, я хочу, в общем-то, поблагодарить вас за достаточно качественную подготовку отчета. Потому что это действительно интересное чтение. Я не знаю, как кому, но я с удовольствием прочитала его. И у меня такой вопрос. В общем-то, я сразу два вопроса, наверное, я сразу их спормирую. Вот, меня заинтересовал первый вопрос. Поверка законности результативных использования средств направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода» по республике Калмыкия. Здесь очень много нарушений касается именно Лаганин. Лаганин, да? По результатам Лаганское муниципальное образование, да. А вот по результатам этой проверки были приняты какие-то действия? Обращались ли правоохранительные органы, прокуратуру? Потому что на самом деле проблема-то достаточно острая для населения этой территории. Второй вопрос. Также меня заинтересовало, вот, момент, ну, вот про стимулирующие выплаты вы уже говорили. Действительно, там идут нарушения, да? Как выяснилось, налог на доходы физических лиц у них право был удержан, да? И теперь все зависит от самих физлиц. Только они могут, да, написать заявление и возврат этих средств получить. Но там, кроме этого, есть же еще нарушения. И вот по этим нарушениям были тоже предприняты какие-то меры. И плюс еще вот вопрос, который касается мониторинга осуществления выплат. Нет, по стимулирующим выплатам мы сказали. Вот вопрос по проверке использования средств направленных на реализацию регионального проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении. Но я не буду все это зачитывать. А почему меня этот вопрос также заинтересовал? Потому что это будущее нашей медицины, телемедицины. А здесь очень большие нарушения. Я не буду вот уточнять по каждому пункту, какие меры были приняты. И вообще вот по стимулирующим выплатам, по нарушениям в Лаганском муниципальном образовании кто-то понес наказание за это? Это первый вопрос. И второй вопрос, он касается вашей структуры. Вот контрольно-счетная палата республики Калмыкия. Если я не ошибаюсь, вот когда мы утверждали бюджет, вы, по-моему, включены в структуру исполнительной власти, так? Отдельно идите? Отдельно идите. Просто у некоторых регионов, я знаю, контрольно-счетная палата, она включена в структуру законодательного возраста. Есть такие моменты. А вы у нас вообще отдельно идите? Отдельно. Все нормально. Все. По первому вопросу. Все, пожалуйста. Ну, по чистой воде, видите, это год, который, один год, первые объекты в Лаганске, водовод, которые отсутствуют станции для смесителей. Там куча нарушений, там, ну, сразу отправили материалы, сразу отправили прокурсы. Все материалы. А какие-то результаты? А пока ответы, конечно, нет. По Лаганскому, вот, этому объекту, вот, по чистой воде, значит, там, куча нарушений, мы начинали там все подробно, даже графика, нету, начало строительства, окончание строительства, ответственность вообще еще не будет. Там уже судьбу повторяет, повторяет, только сибирская заправка. Главное, документы ушли куда-то, остались и рейтингом? Про конкурс ушли, да. То, что вы там написали, мы дальше писали. Да, потому что там нет строительного надзора, контроля, экспертизы по всем этим. И нет одного ведомства, нет ответа до сих пор, да? Правоохранитель. Я не потимулирую, значит, у нас вечер в учреждении на наше представление отвечает, приводится ответственность, незаконно выплаченные. Там же закон заходит. Вот, по здравоохранениям, в частности, потимулирующим, да, я хочу сказать, что это не эпизоды, то есть система, понимаете? Если был эпизодом, вещи выплачены, превратили. Там система. Я хотел бы, вот, больше скучал уже, я на дольше, если говорю, перед отчетом заходил, проявил его. Вот у нас, с точки зрения контроля органов, выставляет нарушение какие-то сферы, по-практически, да, связи с каком-то есть, там вносит больше криминальный характер. Но там, что в последнее время принят план, где криминализация связи с возрастом. Он утверждается главой, с теми прокуророй спорта. Там, там, какой-то уже, ну, я не знаю, сдвиг есть. И, тем более, сейчас руководство республики принимает такие жесткие нервы. По мнению руководителя Вольфовского министерства сельскохозяйства, мы всегда наставили, говорили, доказывать все эти сферограммы, что очень слабо применять меры дисциплинарного, отказать нарушение границаревой, мошенничества, так далее, так далее. Поэтому там, как-то, я думаю, что парадок будет больше. А поздрава криминального? Теперь парадок – это правоохранение. Здесь не криминальный парадок, а здесь, что деньги, большие деньги идут каждый год. Организованный бардак там. И я не хочу сказать, что это будет. Да. Поэтому я, вот, Андрей Сергеевич, говорю, что вы слышали, да? Нужно обратить внимание, я прошу обратить внимание, правоохранение. Вот, надо... еще что-то, я больше не говорю, но я не хочу сказать таким злым моментом, что с отчетом. Если раньше, как-то у нас в депутатском сажении было, работники депутата были правоохранения. И там как-то уже предмет разговора, министр мог и так вот поехать, вот, например, сегодня, как надо, замминистра образования. Ну, думаю, так... Думаете так же? Вот сидит, бывший министр образования, депутатства, вот раз в топ, вот раз в топ говорите. Понимаете? Здесь же вы так поговорили, 500 миллионов нарисовали, а сам ближайший сейчас, высказываетесь, 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 высказываетесь. А потом поваляли, вот, два, два раза. Штаты, кстати, были превышены. Я вам не говорю, сколько больных было пролечено. На русской было, на врачах, просто так, чтобы не быть голосованы. Еще такие моменты. Это не только, я хочу, я не знаю, там, этот, откровительный министр. Вот в Кечнеевской больнице, за четыре месяца, на одного врача, для которого шел врач, семь человек было, на русской. Яшковской больнице, на одного врача, два человека. Кремчуевым, на одного врача, вот основного, который, четыре семьи, три пациента. Да. А миллионы, и сот, миллионы, нарушения. Это имеется ввиду, три человека, ковидных, да? Ковидные. Это ковидные. Ковидные. Ну, документы вы отправили, опять я вопрос. Я не знаю, пока слопается. Вот об этом разговор идет. Детали, один, два, откуда мы там знаем? Дело в том, что я тоже обращалась по стимулирующим выплатам по нарушению прокуратуры Республики Калмыки. Сейчас нет прокурора здесь, да? Есть, есть. Но получила просто, вы знаете, формальную отписку. Ни о чем бумага пришла. Поэтому, вот, я боюсь, что и на ваш запрос может прийти то же самое. Пока никогда не было ответа. Спасибо. А как получите ответ? Папа, я еще поднял, потом пишу. Значит, Бакар Сирейчук, и потом, Кузьминов, да? Пожалуйста. Светлана Семенович, у меня такое вопрос, вот, вот, какой КПД учитывается, ну, вашей палаты. Почему я спрашиваю? То есть, мы, и год в год слышим наши отчеты, что вот, обнаружены какие-то нарушения, то-то, то-то, то-то. А есть, КПД какое-то, то есть, сколько возбуждено уголовных сил? Сколько людей снято с работы? Потому что, то есть, если чиновник запускает нарушения какие-то... это не его дело, не его задача. Это уже правоохранительные органы возбуждают уголовные. Я говорю, направить. То есть, если проведена качественная проверка на правоохранительные органы, органы реагируют, возбуждают дело. Правильно? Не всегда. Я же вам не говорил. Какое КПД? Это, во-первых, почему? Потому что я вот сейчас читаю отчет, да? Шестьдесят первой, по шестьдесят седьмой странице, там идет про Градовиковский, про площадь по благоустройству Градовиковского. Ну, я увидел, что все есть страницы, думаю, что-то там интересное, да? Почему? Потому что, ну, думаю, что там то, что обнаружили, что контракт заканчивался первого декабря, фактически достраивался весь декабрь или начало января. Там открытки, скорее всего, были подписаны тоже первого декабря. Ну, что-то я обнаружил, на семи страницах. А там, ну, главное вывод, что память Клинина, оказывается, не согласовали, переустановка. То есть, а про это? Какой КПД? Какой КПД? Какой КПД? У нас в расцвет. У нас в расцвет. Да, в расцвет, в которой есть полномочия, которые есть, на те нарушения, где есть обязательные. Есть. Где есть обязательные. Хорошо. У нас такого КПД нет. Арслан. Да, тоже хотел бы начать со слов благодарности. Петр Владимирович, на самом деле, засчитался. И я считаю, что на самом деле, по результатам этого чтения, можно сделать некий такой анализ, даже без отчета главы, о деятельности, грубо говоря, его и его команды. То есть, здесь задето, в принципе, только по сути, четыре министерства. Здесь задето министерство, министрой, здрав и министерство, по сути. Да. Конечно, хотелось бы увидеть картину общую, и в то же время, и муниципалитеты, и администрацию города. Да. Ну, и сейчас уходится, конечно, по НДФЛ, да, то, что, по оплате, то, что удержали НДФЛ. Да, я как раз таки, этот вопрос поднимал, когда, помните, да, на бюджетном комитете, я рассказывал, что очень жестко в отношении министра финансов Шургучиева. И сейчас тогда, давайте тогда обрисуем полностью картину, как это все равно, во что это получилось. Тогда Шургучиев меня убеждал, что они должны получить от федерального обоснования, то, что, если мы не должны выдержать, ну, то, соответственно, будут возвращены. Сейчас, вот то, что я только сейчас услышал, то, что, оказывается, пришел ответ, и, по сути, они не должны были выдержать, а я тогда ему говорил, что вы не должны были выдержать. Он говорит, нет, нет, нет. То сейчас, получается так, то, что они эти деньги удержали, да, они, соответственно, в местном бюджете выполнения, правильно, стимулирующие выплаты, вспомнить, стимулирующие выплаты, там, большие суммы, со всех медиков. То есть, это такая немаленькая сумма. Но сейчас, они просто не хотят возвращать, это медикам. Но это, это деньги мы. Это, деньги тех людей, которые нас спасают, что наше население спасает. В этот тяжелый период. Просто мы сегодня немало говорили, да, и не раз говорили вообще, вот, на сессиях, то, что вот, там, за медиков, даже праздники им там делают. А вот в отношении денег, соответственно, да, как дошло, мы не хотим возвращаться. Как это? Давайте, соответственно, поднимать этот вопрос, давайте вызывать министра финансов, правительства, ставить то, что все, соответственно, если пришло с федерального финансового обоснования, что эти деньги не должны были удерживаться, соответственно, пускай это. Я хочу, чтобы люди услышали, чтобы это дошло, соответственно, до самих медиков, что эти деньги, по закону их, соответственно, должны быть возвращены. Это, во-первых, да. Во-вторых, если, конечно, разбирать весь этот отчет, это нам и дня не хватит. На самом деле, потому что здесь и по медсельхозу, и по медстрою, конечно, можно было. Ну, я задену только одно министерство, да, это министерство цифрового развития, да. Здесь я читаю, я не буду уже прямо вот даже цитировать вот те фразы, которые здесь я выделялся. Борисович, это у тебя уже выступление такое? Не-не, я вот, соответственно, в части вопроса, да, или что-то потом... Если выступление, то вот, вот, ты за 5 минут, можешь говорить. Соответственно, здесь очень много, да, нарушений, в части 44 ОФЗ, по изокупкам, по размещению контрактов, да, да, на больше, чем на полгода, 172 дня. То бишь, это привело к неэффективным расходам, потому что были, соответственно, там начислены пения, да, в первую очередь, сложные санкции, да, в отношении, соответственно, уже получается, республиканский бюджет, это 19-й год, друзья, 19-й год, а теперь вспомним, это я уже, не говорю, сколько там вот здесь вот нарушений, прям отмечено, сколько нарушений, это неэффективное использование, да, и контракты размещались, там, должны были, там, на 5 поставщиков, размещали, там, на 3 поставщика, который один, там, вообще, не имел, вида деятельности, в той сфере, которая там размещала, то бишь, это повлияло на цену, в закупке, и, вспомним, перед проблемой, Министерство правового развития, за 19-й год, получило, одну из, самых больших сумм, это 4 миллиона 800 тысяч, если, от этого, вы не помните, сколько там сотрудников, там, по-моему, человек 20, ну, там, не более, то бишь, тогда, представлялось, что эти министерства, очень эффективны, и, получили рекордные суммы, отсюда, ну, соответственно, я не знаю, это уже вопрос, конечно, больше был бы правительству, но, на основании отчета, в рамках отчета, да, Анатолий Алексеевич, вы говорите, я уверен, что этот вопрос не к Петрову Валентиновичу, но, имеется в виду, все равно, в рамках отчета, это вот, к сожалению, премии, ну, не знаю, а Ваш Алексеевич ответит, как, каким образом, тогда? Ваш Алексеевич, это не его вопросы, а, если надо адресовать правительству, давай. Да, конечно, конечно, а Вы, кстати, не рассматривали, вот, вот, вот эти премии? Нет, не только закупки, а, вот только закупки, да, там, премии, соответственно, не попадают под Ваши, ну, факт в том, то, что, друзья, да, это вот к тому, то, что, насколько вот, я не знаю, как сказать, не то, чтобы не эффективно, а неправильно распределялись, и те премии, в том числе, то, что этот вопрос не закрыт, его надо дальше, дальше, дальше продолжать, избираться. Ваши права. Спасибо, уважаемые коллеги. У меня небольшое дополнение, вот по вопросу. Петро Валентиновичу Репику хочется, чтобы, диалог был поднимен. Я вот, хочу сказать, вот, в фильмах мне выразил, Владимир Котиневич, когда, замечание сделано, в прошлом раз, в основном, образовании, вы так закладывали, и, на его взгляд, получалось, просто так, не говоришь, отстаться, это нечего. Вот так, как бы, вытаскивали, как же, сделано, обещают все. Возвращение, я что думаю, нет. Есть поселок проверок, наше, по лекарственным обеспечению, значит, по, стимулирующей, там, финансовой менеджерке, по-другому, 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 финансовой менеджерке. Теперь, вот, даже, материал проверки есть, создается, визитный, цифровой конкурс. Вот, зачем? Там все, автоматизируется. До этого, лекарственные течение, должно быть, автоматизировано уже. начало проверки, пошло, до конкурсов. До этого, программы были включены, до этого, годом они, эти, чрезвязь, не считают, терминалы были установлены, но они не работали. Есть такое предложение. Ну, если мы можем тут до утра рассуждать, сколько страниц там, давайте мы примем решение по его зачету, направить в правительство те вопросы, которые нас интересовали. Значит, правительство, для того, что касается правительства в части реализации мероприятий, мы давайте пропишем, и направим правительство это дело, потому что, ну, мы же сейчас этим цифровым контуром заниматься с вами не будем этим контуром. там есть кому этим контуром заниматься. Но послушать надо? Послушать нет. Но если слушать 100 страниц, то надо 20 часов сидеть. А чего мы рассылаем всем? Чтобы были предложения, а вот эти предложения направятся ответствующим исполнителям. Я об этом. Можно ли? Так, уважаемые коллеги. Один короткий вопрос. Короткий вопрос. И выступление. Да. И выступление. Вот, вы там написали, что вы размещаете в интернете. Вы вот этот материал в полном объеме или часть какую-то размещаете? В полном объеме. Ну, публикаций там местных СМИ мало, ну, их, собственно, никто не читает. В интернете очень хорошо, потому что я вот в выступлении своем хочу отметить, что действительно контрольно-счетная палата, я не знаю, почему там депутаты только сейчас это отмечают. Вообще ежегодно у него такой тщательный анализ, проверки и материалы проверок в этих отчетах. Вот я третий год уже читаю и вижу вот такой профессиональный основательный подход в составлении этих материалов, а это, собственно, вся работа. И для меня, я вот читаю год за годом, и эти материалы говорят о том, вот на сегодня, что фактически управления в республике у нас нет. Все пущено на самотек. Здесь касается, начиная даже с сельских муниципальных образований, здесь вот анализ проведен Барунского, Красинского сельского муниципального образования, можно четко видеть их бюджеты, их доходы, и какова перспектива вообще СМО в республике. Я, например, как бывший глава района, я прекрасно знаю и понимаю досконально этот вопрос, но для людей, не имеющих отношения к этому, непонятно, что на самом деле там катастрофа, когда бюджет там 50 процентов, нет даже на 50 процентов самодостаточности, до чем можно говорить? И тут касается, то что касается там, вы сказали, четырех или пяти министерств, а там же есть и дорожный фонд, вот я позволю себе отметить, в дорожном фонде тоже, то есть это показывает состояние нашей республики, вот миллиард, в 2019 году, миллиард 713 миллионов получено, поступило средство, а использовано миллиард 132, две, то есть 132 миллиона, 66 процентов. В двадцатом году, за девять месяцев, я так помню, миллиард 367 поступило, и миллиард 37 всего отработано. С остальными, с остальной ситуацией непонятно, вот, с остальными деньгами, 75 процентов. Что касается вот этих ИПА, там вот какие-то, вот при Минцифре, да, загадочные какие-то предприятия, ну, что говорить, если там четко написано, что те камеры и фото-виде, приборы в фото-виде фиксации, которые принадлежат информационно-правовому агентству, да, они не позволяют идентифицировать нарушителей и, соответственно, недополучаемых штрафов. Я вам доложу, что это если с этой фото-видео фиксации можно получать огромнейшие деньги. Если даже я работаю в районе, обратил внимание на то, что те гаишники, которые стоят и штрафуют, они приносят в бюджет района огромные деньги. Это просто гаишник с палочкой, с радаром. И даже при том, что он, может быть, не доносит они, эти штрафы, да, на самом деле. Но, тем не менее, где-то там процентов пять, что ли, поступало. И мы, когда плотно поработали с гаишниками, то эти доходы увеличились. А здесь, когда раньше там действовало удостоверение, личность, да, сейчас беспристрастно камера работает, хоть ты кто, хоть ты какая машина у тебя, тебя фиксируют, нарушение, плати деньги. Все. Поэтому, и что у нас за выдающиеся минцифры, если они не могут поставить нормальную аппаратуру, которая не позволяет даже, ну, идентифицировать нарушитель. Вот. Поэтому, и вот, чего не коснись любой сферы, вот здесь, в этих материалах написано, что, хаос полный и недоработки, если даже где-то пытаются работать, то не системно, не грамотно, и так. Куда выйдет? Хорошо, на что вы видите? Наш орган хорошо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы завершаем обсуждение. Николай Ильич, пожалуйста, и будем проектироваться. Значит, я хочу поддержать работу КСП, действительно, на протяжении всего времени, значит, КСП всегда дает документ, который, значит, тщательно, структурально просчитывается на все деньги. Вопрос, я хотел понять по здравоохранению. И с года в год, значит, ну, я не знаю, слову, может, может, партах, который творится там. И сегодня неправильно сегодня говорить, значит, руководитель КСП, о том, что там по финансовым, там ее вообще нет. Вы же помните, когда мы рассматривали вопросы, когда была справка по, значит, использованию вертолета, там, да, у меня заявительность, да, документов, первичных документов нет. Куда он летал? На охоту летал. Кого привез там? Нет. Деньги использованы. То есть, поехал человек, не подписал, там существуют документы, первичные документы, кто поехал, сколько было времени, подписался пилот на старшего, и все остальное. Этого нет, и, видно, Бога досмотрел. Сегодня, прочитаю себе, во время пандемии, значит, огромнейшие деньги, значит, загнали, естественно, конечно, необходимо это делать, и все остальное. По лекарствам, бардак творится до сих пор. Во время закупки, во время раздачи, и все остальное. Вот на сегодняшний день, до сих пор, значит, люди, особенно, кто лежит по пандемии, по ковиду, они покупают за свой счет. Хотя, сегодня утверждают, и министры все, деньги, приобретели лекарств, есть, в полной мере, есть, и все остальное. К сожалению, например, это продолжается с года в год. Поэтому сегодня, когда по Минцифре подняли этот вопрос, для чего существует это министерство, для чего это нужно. Единственный вопрос, я считаю и поддерживаю, что нам необходимо все полностью, значит, вот это все бухгалтерии, переводить на электронную, откуда. Иначе другого выхода нет. Там, где руки, человеческие руки, тем более в огромном таком, значит, отрасли, как здравоохранение, значит, там, естественно, будут эти деньги пропадать, или использоваться не по назначению. А тем не менее, мы на все время говорим о том, когда все это министерство охранения доведем до логического конца. Есть предложение. Мы до конца ее доведем. Мы его до конца и доведем. Да. Полностью. Поэтому, есть предложение, еще раз вернуться к вопросу. Он из года в год поднимается, мы не видим результатов. Оно все время ухудшается и ухудшается. Думаю, что правительству надо сделать конкретное намечание, чтобы они с этой области разобрались конкретно. Если нет, то пускай тогда приступают туда силовые структуры. Значит, наблюдать со стороны сидеть, что там творится, значит, так, и что мы сегодня, значит, слушаем это все на охране, и в результате никаких нет. Долго это не может продолжаться? Спасибо. Ну, я думаю, мы договорились, запишать в постановлении нашего, по этому вопросу нашего документа, значит, что поручить правительству по тем ведомствам, которые отмечены в особых, частых случаях упоминания, для принятия соответствующих мер, это правильно. Я только тут согласен, есть люди, которые за это отвечают. У меня вот предложение по выступлению как раз Николая Дмитриевича. Я предлагаю на следующий правительственный час пригласить министра здравоохранения, главного эпидемиолога, инфекциониста республики. Просто очень много вопросов в связи с пандемией. Мы так это не заслушали нормально. Ну и кто-то, просто могу заслушать. То есть, короткий вопрос, у меня буквально, который здесь, а по другим министерствам будет такой отсчет? Нет, если... В этом году, чтобы тоже... Невозможно всех проверить. В 2015-2020 год, получим... У него план работы есть. Да. А вот я спрашиваю, в ближайшее время там не будет? Хорошо. Короткую реплику можно? Реплику. Вот, что касается вот обеспечения лекарствами, да, ну, какая надобность нашему министру тащить человека пенсионного возраста за 70 лет, для того, чтобы поставить директором этой фармации? И... Ну, это я, я шалта, я шалтинская мафия. Поэтому, мы знаем, как это все выстраивается. Поэтому, поэтому и обеспечение лекарствами хромает. Ладно. Уважаемые коллеги, вы лучше меня знаете. У вас на руках. Прошу подготовиться голосовать. В республике больше нет фармацевтов. Уважаемые коллеги. Значит, прошу двигаться дальше, как-то просьба поживее нам двигаться. Рассматривается проект закона республики, учитывая то, что мы на комитетах, ну, эти вопросы на комитетах не рассматривались, понятно. А те вопросы, которые на комитетах, ну, те, кто желал и смог там высказать, принести предложение, они были, просьба побыстрее. Рассматривается проект закона о внесении изменения статьи 3 законной республики по регулированию земельных отношений в республике в Калмыкии, вносится правительством доклады и приема министра по земельным и имущественным отношениям, статья Александра Бабмаева. Петра Валентиновича, она, наверное, уже на пенсию отправит после сегодняшнего заседания. Так, пожалуйста. Коллеги, есть предложение, значит, принять по проекту? Там просто идет чисто, скажем, такая техническая самая, чтобы прокуратура просто видела там взаимодействие. Поэтому на комитете мы внимательно все рассмотрели и предложили по проекту. Не будет предложения? Нет. Если нет, уважаемые коллеги, давайте мы тогда послушаем комитет. Валерий Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы на комитете... Ближе к микрофону плохо слышно. Уважаемые коллеги, мы на комитете рассмотрели, обсудили, мы решили рекомендовать на Романского парламента в руководстве принять опаду данную такому проекту. Уважаемые коллеги, включение комитета озвучивалось, если не возникло вопросов, прошу голосовать, голосуют как. Кто за? Спасибо. Спасибо, единогласно. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматривается следующий вопрос повестки дня о внестении изменивших три закона Республики Калмыки об установлении дополнительных ограничений сфере розничной продажи алкогольной продукции безалкогольной стандировки, написал наши ресурсы. внестая Вестинским собранием доклады представителей Вестинского собрания Сергей Сергеевич Доржиев. Сергей Сергеевич, пожалуйста. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение представляется проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в статью 3 закона Республики Калмыкия об установлении дополнительных ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции безалкогольных до 10 часов следующего дня. Разработка представлена законопроекта об условленной необходимости принятия дополнительных мер направленных на сохранение здоровья нации, снижение уровня заболеваемости по фиголизму, смертных населения, а также соблюдение права порядка. Сергей Сергеевич завершил информацию. Пожалуйста, уважаемые коллеги, я знаю вопросы на комитете рассматривались с разных точек зрения была позиция прокурора тоже на этот счет правильная. Наши депутаты независимо от фракционной верности тоже рассуждали в одном направлении. Пожалуйста, вопросы. Мы обеспечили полностью обсуждение этого вопроса, там были и по-разному подходили, но единственный посыл, который был на всех фракций, собственно, закон необходимо принять и, естественно, мониторить такое было предложение. Поэтому, если коллеги, все, кто присутствовал на этом комитете, есть предложение поддержать эту сцену. Я извиняюсь, ты первая. Можно уточнять еще вопрос, Андрей Сергеевич. Скажите, инициатива разработки данного этого проекта? От общественных организаций или недрах или Естинского городского собрания. У меня такой вопрос, вот смотрите, законы, предложенные Лестинским городским собранием, законопроекты, у нас не так часто проходят, да? И мне кажется, что такие законопроекты должен представлять председатель Лестинского городского собрания. А мы на комитете представляем этот закон, заместитель председателя, и сейчас мы видим то же самое лицо. У меня вопрос, а почему председатель Лестинского городского собрания не представляет этот законопроект? Первый вопрос. Да? Да, да. Мне сложно ответить на него, почему он не представляет, потому что решением городского собрания, в частности, фунт 2, мне было поручено представить этот законопроект. Если было возражение со стороны депутатов, у меня лично было вопрос председателя Лестинского городского собрания, по подготовке этого законопроекта. На самом деле, я присоединяю слова предыдущего, выступающего. Законопроект необходимо принимать, особенно в условиях пандемии. Он просто необходим, поэтому мы поддержали этот законопроект. Вы знаете, что на комитете достаточно бурно обсуждался этот законопроект. И вот вопрос по мониторингу, вы должны, в общем-то, как говорится, не спустить на тормозах, а довезти до ума. То есть, мы от вас потом все данные получили. И у меня были вопросы по, вы помните, по административным штатам, да? За распитие алкогольных напитков в общественных местах. У вас есть какие-то данные на сегодня? Да, вчера мы проанализировали отчет, который предоставил нам в городе по городу Элисте. И есть цифры следующие. Так, по статье 14-16 в КААП выявлено 136 фактов реализации магазина города Элисте штрафов по административных штрафов поступил в бюджет города Москвы, ой, города Элисты по административным штрафам поднять только статье распитие алкогольных напитков в общественных местах. Я имела ввиду центральную аллею города Элисты, парк Дружба, другие парки вот у нас по микрорайонам разбиты, потому что, ну, безобразие, вот сейчас начнется, теплая погода будет и опять будут на всех лапках спать. Наталья Сергеевна, у вас вопрос, вы это проанализировали? Там же штрафы большие, от 500 до 1500 рублей. Преативные данные получить не удалось. А вы вообще этим занимаетесь, все эти штрафы идут в местный бюджет. Бюджет города Элисты. На самом деле, административная комиссия, она не... Наталья Сергеевна, ну, вчера, вчера, когда принимали, значит, когда мы подняли, мы говорили о качестве, значит, мы там на комитете приезжали. Нет, просто вопрос... Вы опять сегодня его вынимаете? Или поддержите его? Нет, я вопрос поднимаю, потому что я надеялась, что он подготовится к сегодняшнему дню, понимаете? Не просто так, человек же... Вчера задавали вопросы на комитете. А вопрос, естественно, законопроект нужно поддержать. Просто он необходим. Хорошо. Очень коротко хватит. Что ж вчера? Вчера просил, хватит. А? Какой результат выносите сокращение времени продажи, ограничений других регионов? Какой он показал? Там, показатель послежения водового насилия, преступности, и так далее. Заговорили о том, что спросите. Аслан Борисович, он рассказал, что будет проводить... Николай Евгеньевич сказал после комитета. Проводить надо анализ по реализации любого закона. Особственно, этого закона, официального, важного. Но мы теперь опять говорим то же самое. Нет. Но сегодня на самом деле министр МВД в своем докторе сказал, что каждое третье преступление в республике Калманье в алкогольном опьянении, да? Да. То есть мы опять получили, цифру получили. Да, да. Аслан Борисович, вы получите эти данные? Мы проанализировали время продажи других секионов, но официальных данных, которые говорили о снижении конкретных цифров о снижении нарушений правопорядка не нашлось. То есть там были налостные всякие ленты, но которые мы не обновляли. То есть они включили свой отчет. Хорошо. Аслан Борисович, если еще что-то хочется спросить. Спроси у него. Все. Значит, уважаемые коллеги, мы продолжаем. Значит, вопрос рассмотрелся на комитете, Валерий Александрович, пожалуйста. Ну, вопрос на комитете, конечно, тоже долго рассматривался. Были много заданных вопросов Сергея Сергеевича Держиева, были ответы и были поручения, кого сейчас коллеги сказали, что справа мониторили, какое было решение. И комитет решил рекомендовать народу правопорядки принять данный проект следующего предложения. Статтея 1. Слово 22. Заменить словами 22 до из 22. Как 22? Из 22. Да, да. Значит, уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, если не возникло противоречие, голосуем за проект закона карточками за. Спасибо, уважаемые коллеги, Сергеевич, спасибо, присаживайтесь. Мы рассматриваем следующий вопрос в повестке дня о внесении изменений законной республики о бюджетном процессе. Вносится нашим комитетом по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности. Докладывает Валерий Оставич Болды. Если помните, мы на том заседании его на том комитете вернули на заработку, потому что там были неурегулированные отношения с правительством. Сегодня мы все урегулировали с вами через комитет. Эффективно поработали члены комитета бюджетного. Уважаемые коллеги, докладывать надо или зачитать решение комитета? Решение комитета. Пожалуйста, Валерий Оставич. Комитет Народного права Парламента Республики Калмыки рассмотрел проект законной республики Калмыки о бюджетном процессе Республики Калмыки и решил внести и рекомендовать Народного права Парламента Республики Калмыки принять проект закона Республики Калмыки о внесении изменений в закон Республики Калмыки о бюджетном процессе Республики Калмыки. Ну, я напомню, суть этого изменения это связано с предварительными слушаниями, значит, с публичными слушаниями, там две категории. Значит, мы вот то, что было высказано вами и учли. Значит, решение мы должны принять сейчас после оглашения решения комитета. Анатолий Васильевич, вот надо было два года ругаться, я два года назад предлагал публичные слушания, да, проводить по закону. Вы отказывали, а вот все равно же пришли к этому. Не-не-не. Чего нервы трепались к себе? В законе не было внесено, внесли, спасибо. Спасибо за предложение. Доброе, уважаемое на работу. Рассматривается проект закона о внесении изменений в закон Республики по статусе депутата Народного Курала Парламента. Вносится комитетом Народного Курала по вопросам законодательства закона Сегастратского строительства. Михаил Николаевич, представитель комитета Парламента. Уважаемые коллеги, мы законопроект рассматриваем. Здесь две статьи имеют схожих предмет регулирований, и в адрес Народного Курала поступила информация прокурора Республики о необходимости и устранении внутренней сегастратности положения закона Республики о статусе народного депутата. Но если конкретно, то в действующей редакции закона о статусе депутата присутствуют две статьи. 15 и 26. Мы в статье 15 о статусе депутата предлагают установить, что должностное лицо, к которому направлен депутатский запрос, представляет ответ на офисе в течение 14 дней со дня его получения. Данная норма распространяется на руководителей и должностных лиц государственных органов Республики Калмыкия, подведомственные им организации по вопросам, затрагивающим интересы избирателей и входящим в капитет указанных органов и должностных лиц. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, голосуем за проект закона. Кто за? Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Опять, Анатолий Васильевич, секунду. Когда мы меняли эти сроки, настаивал, мне надо ставить 30 дней. Чего вы уравниваете статус депутата? Тем не менее, все равно. Наоборот, мы прошли на 14 депутатских. Все прописали, а федералам мы не имеем права подписывать, у них своя. Федералам остается 30, потому что федеральный закон. Федералам 30, я согласен. Это я понимаю. А мы же приняли 14-7. Так, так что, вот тут. А, рассматривали 14-7. да, да. Рассматривается проект постановления обнесения посудов, уважаемые коллеги, внесения в Государственную Думу Федерального Собрания проекта федерального закона, о внесении изменений в статью 47 федерального закона, об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Вносится комитетом народного курала по вопросам законодательства, законности и местного самоуправления. Писать комитета должен доложить, это наша инициатива, она рассматривалась вчера на комитете. какие будут предложения? По проекту нет возражений, прошу огласить решение комитета, Николай Николаевич. Нести рекомендовать народному праву принять данный законопроект. Нет, это не отзывы, это мы вносим в основном инициативу в курс. Но в основном выкорить с инициативой, я так понимаю? Причем эта инициатива очень такая под вопросом. Нет, давайте поясню. Речь идет о том, что это касается в основном муниципальной части, потому что правовые акты, которые публикуются, они запаздывают, допустим, муниципальные правовые акты, когда бумажный вариант печатается, они поздно доходят. Поэтому, чтобы на сайте публиковать и с этого момента эти акты должны есть. Вот это суть. Ну, жизнь к этому идет. Голосует. Кто голосует? Кто за? Просто не все отслеживают, конечно. Кто? Останет все. Проголосовали все? 25. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Рассматриваются следующий вопрос повестки дня утверждения плана законопроектных работ. Ну, Михаил Николаевич, докладывать мы вчера на Совете Народного Курала обсудили, значит, посмотрели, все ли в план внесены предложения депутатов. Оказалось, так и есть. Поэтому, Михаил Николаевич, пожалуйста, Вам поручено советовать. Ну, если, ну, в словах, данные, предлагаемые планы законопроектных работ, работа на основе предложений, поступивших от субъектов права законопроектных инициативы. Он состоит из четырех разделов, включает сорок законопроектов. Согласно утвержденному плану, каждый субъект права законодательной инициативы вносит в установленном порядке соответствующий проект закона. Поэтому, коллеги, просим просмотреть данный план и принять его. Уважаемые коллеги, мы постарались учесть, затем вот обсуждали с Вами и вышли вот на такой, если нет возражений, прошу проголосовать за данный проект. Эээ, кто за? 24. Кто против? Кто воздержался? 24. Спасибо, уважаемые коллеги, мы продолжаем. Можно уточнить по этому решению. Значит, у нас есть такая нома на республиканском законе, да, что законопроект, внесенный депутатом, в течение 60 дней, да, должен быть рассмотрен в Народном Курале, независимо от того, вошел он в план законопроекта к работе или нет? Эта норма остается же у нас? Будет могу. Давайте уточним. Как? Давайте уточним. Я о плане, как разговор веду, но шел план. Уважаемые коллеги, рассматривается проект постановления Народного Курала об измене в составе депутатской фракции Холмутской партии «Единая Россия». Вносится мандатной комиссии. Валерий Астачков. Представь мандатной комиссии. Ну, комиссия рассматривала рекламента Народного Курала «Если не возникли, прошу проголосовать за проект постановления в соответствующем». 25. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Валерий Астачков. Мы продолжаем нашу работу. Валерий Астачков. Рассматривается 17-й вопрос проект постановления Народного Курала об отзыве на проект Федерального Докона по соответствующим номерам по внесению изменений в статьюak 328 федерального закона а ejemplo великиранности. Вносится комитетом Народного Курала по образованию, здравоохранению, науше знания между санц. Оeef Santino. Уважаемые коллеги, Виктор ВячеславLeary Астачкова предлагает проект. На Комитете вы рассматривали級 было противоречия? Нет, не было. Не было. Если нет, тогда, если нет, тогда прошу огласить. Решение. Нести, если вы за однородное право, принять, скрыть обстановление. Уважаемые коллеги, если нет, не возникла противоречия. Прошу подгадываться голосование. Идет голосование. Кто за? 24. Спасибо, уважаемые. Кто против? Кто воздержался? Валер, мы не правили, без постепенно. Пожалуйста, голосовать. Уважаемые коллеги, мы рассматриваем следующий вопрос в повестке дня. Обозвращение на проект федерального закона по внесению изменений федерального закона государственной социальной политики, в части совершенствования единой государственной информационной системы социального обеспечения. Вносится комитетом республики, соответствующим по образованию и здравоохранительной культуре, малодерной политики, социальной защиты и спорта. Докладывает Хаваев Бадмахат. Уважаемые коллеги, члены комитета предлагают по проекту. Они работают в себе, или... Законные федерации? Законные федерации? Проект они федерации. Если нет возражений, прошу... По проекту, пожалуйста. По проекту, уважаемые коллеги, комитет на комитете Уважаемые коллеги, придет решение комитета озвучено, не возникло вопросов, голосуем за! Самого большого не заметили. Проект поставления Народного Урала парламента Республики Калмыкия об отзыве на проект федерального закона соответствующим номером о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обращения медицинских изделий. Вносится комитетом Народного Урала по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политики, социальной защите и спорту. Представить комитет Салаев Бадмахатевич. Уважаемые коллеги, не возражаете по проекту? Нет. Нет. Бадмахатевич, пожалуйста. Комитет решил внести в Кринозаврное районопородство на проект по образованию. Если не возникло противоречие после облашения комитета, прошу подготовиться к голосованию. Кто за? За, почти. Далее, в поездки дня, проект поставления Народного Урала об отзыве на проекте федерального закона относится к председателю Народного Урала. Докладывается с вами комитета по вопросам законодательства. Михаил Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации законодательности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, проекты федерального закона по предмету совместного видения согласовываются законодательными и высшими исполнительными органами государственной власти. По законодательному органу государственной власти субъекта Российской Федерации на проект федерального закона по предмету совместного видения оправляется в поставление указанного органа. В данном проекте по ставлению Народного Урала с учетом решения с профильным комитетом предлагается рассмотреть 53 проекта федеральных законов, из которых 50 проектов, которые устраняют противоречия между федеральными законами, поддержать, а если коротко, это совершенствование законодательства, введение механизма государственного регулирования на продовольствие товара первой необходимости, предельный уровень роста цен, защита имущественных прав, устроение противоречий действующим законодательствам, поддержка сельхозостраси, в том числе сельхозпродукцией. Предлагается не поддержать три проекта федерального закона, проектируем нормы, которые вступают в противоречие с действующим законодательством. Прошу рассмотреть данный проект. Уважаемые коллеги, вопросов Михаил Николаевичу есть? Нет. Ну, комитет ввести предложение. Уважаемые коллеги, решение озвучено. Прошу определиться голосовать. Кто за? Спасибо, уважаемые коллеги. Все вопросы, которые связаны с законодательством, с действующим рассмотрением, переходим к вопросу повестки дня, которые именуются разными. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, основной функцией еще раз не буду говорить, что депутат обливается в обеспечении и принятии законопроекта. Причем работа над законопроектами должна идти депутатом своевременно. О чем я имею в виду? Антон Акетович, 25 декабря он говорил о том, что на сегодняшний день в раздачных материалах, которые пользуются депутат народного права, нет заключений по поступившим проектам законов. Антон Акетович, в очередной раз. Каким образом мы должны, скажем так, работать над принятием законопроекта, если мы не знаем мнение надзорных и контролирующих форм? Это один момент. И по плану законопроектных работ в раздачных материалах этого плана нет, соответственно. Это из раза раз повторяется. Какого плана нет? Плана законопроектных работ в раздачных материалах. Хорошо. Я тоже не хотел притать никого. Значит, мы же, у нас устранилась практика еще, мы с вами работали вместе. Значит, что на комитет отправляются все заключения. Комитет. И все, кто желает участвовать в обсуждении вопросов на комитете, приходят, знакомятся и участвуют в этом комитете. Таких депутатов немало, которые приходят и работают на комитетах. Анатолий Васильевич, я отвечаю, согласен. Вы неправильно отвечаете. Да, но не перебивайте. Согласен. Значит, заключение, соответствующее по проектам законов, вы должны свое время подавать. Комитеты. Комитеты. Датчный материал от Сурвасильевича. Значит, ну если вы не подавали инициативу, вы не работаете в этом комитете, а желаете, приходите в комитет, смотрите в комитет. Я тоже хочу сказать, что в этом, вот сейчас, вы не можете, Анатолий Васильевич, дело в том, что каждый депутат, независимо от того, пришел он на заседание этого комитета, не пришел, имеет право получить все документы по рассматриваемому вопросу. Потому что он придет на сессию и должен голосовать по этому вопросу. А он не в курсе всех нюансов. Потом у меня, например, такое предложение. Может быть, мы начнем все-таки соблюдать регламент и как положено рассылать все документы в сессии вовремя и проводить комитеты не за день до сессии, а хотя бы за неделю. Чтобы у нас была возможность за этот промежуток времени более углубленно изучить этот вопрос. Что такое? Вот я вчера была на комитете, буквально все заключения я получила вот за 2 минуты, да, до начала заседания. Я должна за эти 3 минуты изучить все заключения. Хорошо, я быстро соображаю. Я должна изучить все соображения, принять какое-то решение для себя, как голосовать и так далее. Но это ненормально. Вы должны дать. Вот у нас в регламенте все расписано. Я призываю только соблюдать регламент. Давайте мы догадываемся. У нас каждый раз, у нас каждый раз повторяется одно и то же перед сессией. Мы вот поздно проводим комитеты, а по веске сессии, я вообще-то для нас какой-то документ такой вот, который мы видим, только вот открыл эту зеленую пакту. А на самом деле я эту повестку... Чтобы противоречия эти устранить, Наталья Сергеевна... Должна получить гораздо раньше. А думаешь, за неделю будем проводить комитеты? Вот сегодня был вопрос от избранных... Я вот официально заявляю... А мы же не в курсе были наше праздник. Значит, за неделю будем проводить комитеты. Правильно. Значит, вот тогда там и заключение познакомимся раньше, и со всем остальным. И по веску с формируем справа после той недели, которую мы проведем комитеты. Вот здесь мы, с какую точку зрения, я поддерживаю, и я думаю, мои коллеги поддержим. Можно я? У меня еще одно предложение, я не закончила. Мы с вами, я не помню, еще два года назад говорили на эту тему. Есть федеральный закон, в котором говорится о том, что на республиканском телевидении должно предоставляться равное количество времени каждой партии для отключения деятельности парламентской партии. Имеются в виду те партии, которые представлены в парламенте данного региона. Есть такой закон. У нас до сих пор этот закон не исполняется. Помните, я обносила предложение, давайте парламентский час, допустим, полчаса на телевидении выделяется. Представители всех фракций обсуждают актуальные вопросы республики. И тогда все будет нормально. Каждый получит свое время. Но до сих пор вы говорили, да, 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 что-то на каких-то бумажках писали для себя, да? Прошло два года, ничего не сделали. Смотрите, порядок на телевидении мы разбирались, в том числе и два года назад, и те, кто тут сидит за столом, кто со мной рядом работал, у них определенное время по всем партиям расписано. Они его стараются выдерживать. От нашего решения парламента они решения никакого не ждут и не хотят. А вы обращались? Обращались. Я вот сомневаюсь, что вы обращались, потому что вы говорите, они идут нам на встречу. Сетка, у них есть сетка, да. У них есть сетка. Да, да. Вот в течение, вот сколько раз вы направляли свои видеосюжеты, ни один не был показан. Давайте направимся сегодня протокольное решение. От Курала направьте такое решение. Сегодня протокольное решение пишем. Мы же в разном не принимаем постановление, но протокольное решение. Мы сегодня направляем протокольное решение вот с пожеланием, которое было вам и высказано. Нет, это не пожелание, это требование выполнения нормы федерального законодательства. Понятно. Это не пожелание. Значит, соблюдать нормы федерального законодательства. Мы от телевидения требовать ничего не можем. Значит, мы можем только, чтобы они соблюдали нормы, соответствующую просьбу им направить. Мы направим завтра. После протокольного сегодня решения. Значит, Парас Алексеевич, пожалуйста. Матоныч, я считаю, что коллеги справедливо говорят о том, что, например, в соответствии с информацией, соответствующим, я имею в виду, что они британские. Они вообще полностью вышли из-под контроля. Я не понимаю, кого они там слушают или что-то делают. Я могу повредить тысячу примеров. Я считаю, что это и в газетах которые, значит, бюджеты пользуются бюджетному директора. Они сегодня говорят так. Я даже не приведу пример. На тех протокольных мероприятиях, где я была, имея в виду, что вырезали, значит, более того, вы прекрасно знаете, первое время, когда пришел глава, значит, и вас там не показывали. Поэтому считать. Или прекратить надо вообще, значит, чтобы они... Они нарушают закон. Почему? Мы не имеем права, не имеем права. Они нарушают закон. Если они хотят, тогда давайте поставим вопрос, значит, вообще, так сказать, бюджета не подпишет. Нет, один, второй. Вот мы несколько раз поднимали вопросы, я в том числе говорю о том, что коллеги отправили, возмущаются. Почему? Потому что, понимаете, инициаторы законопроектов, а в особенности в правительстве республики омытильной, они могут принести законопроект вечером, в 6 часов, значит. И мы должны все это рассматривать. И Анатолий Васильевич говорил, все время об этом, о том, что, например, нам нельзя, мы не можем сделать заключение, мы не можем поставить вопрос перед депутатами, как мы этот закон будем принимать. Вы знаете, если при прошлом, значит, правительстве мы каким-то пинками, или еще каким-то образом мы это, так сказать, вводили на ситуацию, на сегодняшний день, к сожалению, вот я пример приведу, я звоню, значит, тот человек, который является инициатором законопроекта, значит, у меня, в чем-то, он даже не знает, потому что законопроект будет запускаться. О чем может эта вещь? Я хочу сказать, и вина наша есть. И вот еще один вопрос, значит, у нас создан аппарат Народного Урала, сегодня подчиняется напрямую председателю Народного Урала, значит, так, я вот, не знаю, второй заместитель пришел, значит, так, мы заместители, откуда вообще выведены, значит, так, поэтому я, например, считаю, завтра, например, председатель уйдет в отпуск, и аппарату никто не имеет права управлять. Я считаю, что это неправильно. Мы, Анатолий Васильевич, на эту тему говорили, но я устал об этом говорить, просто вынужден сегодня здесь говорить. Анатолий Васильевич мне обещал, что все будет нормально, все правильно. Вот я вам докладываю, Анатолий Васильевич, ничего не правильно, как аппарат работал, значит, и какие задания бы иммунитазы не давали, по вашему распоряжению, где, значит, мы, я курирую два комитета. Он так идет, иди, Анатолий Васильевич, бери, значит, бумагу и все остальное. Значит, когда, вот вопрос, когда будет положение в аппарате, утвержденные вам распоряжения, с печатью, со всеми делами. Этого нет, до сих пор мне не дали на правительство. И второе, я, может быть, я неправильно говорю, но дело в том, что тот разговор, который у нас с вами состоялся, я считаю, что он правил, такой разговор был, вы бы мне пообещали сделать, но, к сожалению, на сегодняшний день этого нет. Сегодня аппарат, значит, подчиняется Анатолию Васильевичу, он стоит выше двух заместителей. Анатолий Шписов расписывает документы распоряжения напрямую руководителя аппарата, а мне в ней с учетом нашего разговора поставить на контроль НУРУ. Чего я буду контролировать, я вообще не понимаю. Значит, это неправильно. Значит, если вы мне своим распоряжением с учетом того, значит, даете контролировать эти аппараты, я несу ответственность. И, естественно, конечно, я сам могу, значит, написать, кому и какому над делу, значит, заниматься законопроектной работы, проконтролировать и все это дело. Значит, если вы поручаете руководитель аппарата, ну, пожалуйста, скажем, мне сюда ответить. Почему? Потому что сегодня шарферил говорят, а завтра я должен сидеть к тому же аппарату говорить, ребята, идите, пинайте документ, почему не поступил и все остальное. Значит, аппарат не справляется с этой работой? Вовремя не поступают документы, вовремя, значит, не поставили оборудительный документ. А я потом спросил, почему люди не получили? Вы же про справедливо можете спросить? Конечно. Сказать, почему вот это, не получил, фракция такая, почему это не получил? Ты командуешь этим комитетом, почему это не сделано? Вот тогда будет справедливо, поэтому и меньше будет разговор. Я считаю, что это так. Значит, ну, аппарат комплектуется, действительно, положение практически, оно доработано. Что такое заместители? Их функционал прописан закон. вообще нормативной базой парламента и закон о Курале, и закон о статусе, и регламент нашей работы. Значит, председатель, в принципе, и должен руководить парламентом. Когда встал вопрос об ответственности, и так далее, все сразу стали показать, а председатель не отвечает, аппарат, я не отвечаю. Конечно, в 2021 году, когда мы избрались с народным парламентом, Анатолий Васильевич, вы согласны такую правду. Значит, согласитесь, да, неискренье говорить, это 13 лет. Анатолий Васильевич, до 13 года она возглавляла руководила парламентом. И все было нормально, да? Я единственное хочу сказать, без обидов. Давайте разберемся. Здесь многие депутаты, которые работали практически с третьего созыва в народном хорале. Уже спикеров тех, которые были, кто-то ушел из жизни, кто-то слава Богу, здоров. Но я хочу сказать, что в 2008 году, когда Анатолий Васильевич избрался по партийному списку в народный хорал и возглавил его, произошло изменение правового поля. В чем оно выражалось? В том, что народный хорал, став юридическим лицом, тем самым председатель народного хорала законодательно закрепил за собой право в том числе руководить фактически государственными гражданскими служащиками, которые есть в народном хорале. Поэтому с 2008 года статус аппарата народного хорала юридической самостоятельной структуры не имеет. Я вам скажу это по аналогии. Если аппарат правительства республики Калмык, это юрлицо и администрация главы юрлицо, а правительство является коллегиальным органом, то в народном хорале вся власть сосредоточена в лице председателя народного хорала. Ваши доводы о том, что этот зам с тобой занимается и так далее, я подъясняю действующую республиканскую комиссию. Никогда аппарат не был юридическим лицом. Никогда с момента его организации в парламент аппарат никогда не был. Вот здесь позвольте с вами согласиться. Когда мы принимали решение о создании аппарата, я говорила, что это избыточная лишь функция. Нам вообще не нужен этот аппарат. Не такое уж большое достаток сотрудников Урала, чтобы еще вводить аппараты. Наталья Сергеевна, вы так быстро не соображаете, а то мы же не успеваем. Я хотел сказать. Я за тобой. Ну, я два вопроса хотел обсудить. Первый уже по хранитету уже решил. Второй вопрос, который не первый раз поднимаем по видеосъемке с ИСИХ Урала. Ну, в конце концов, давайте уже решим этот вопрос. Ну, что это такое? Вот с телефона в Инстаграме мы транслируем свою сессию Урала. Может, не куларными делами занимаемся, мы решаем дела республики, да? Ну, что это такое? Давайте продолжение. На сайте Урала вы посмотрите просмотр тех сессий, которые выкладывают. Во-первых, точнее, вы, а Урал выкладывают. Аппарат. Во-первых, последнюю сессию выложили аж через полтора месяца. Через полтора месяца. Это нормально? Обещал через две недели. И, нет, через полтора месяца выназанно я прям смотрел. Вы уже кривите душой. Нет, ну, как это кривите душой, я говорю, она в середине февраля только вышла. И, ну, там, где-то, 20-20 числа. И, соответственно, ну, чтобы уже поставить и действительно транслировать в прямом эфире. Мы же договорились, как внесем изменения, пустим новую. У нас для того, чтобы перевести цифру, надо с того компьютера перевести туда, потом показывать в интернете. Значит, действительно, требуется определенное количество дней. Но я вообще сторонник чего? Я, мы, может, даже в регламент с вами давайте внесем, запретить всякие съемчивости. Как это? Значит, мы идем в прозрачность в госдуме. снимают? В госдуме снимают? Кто снимает? Депутаты Справедливой России сразу же в прямой эфире? Каждый снимает? В госдуме. Каждый снимает? Да, да, да. Сидит депутат ГАСН Справедливой России и тоже выкладывает в эфир в Инстаграм. Я думаю, актуальность эта вся отпадет, когда у нас будет качественное видео и будет выдаваться, да, и будет выдаваться сразу же вам лайфы. Давайте, давайте вообще телефон отбирать на входе. Будет поправка в последующем мае или когда они будут готовы, чтобы мы внесли изменения. Я вам сказал, надо-то и кресло обновить, и вот эту аппаратуру обновить. Мы даже выходили, посмотрели аппаратуру, которая есть. Я не могу поднять это. Одну минуточку. В университете, у него современнейший класс, как он называется? Вот, ситуационный центр. Ситуационный центр современнейший. Я вот был на двух там связях с Москвой. Это вам интересно, Очень современно. Но это стоит определенной идеи. Но вы бы нам обновили. Поэтому мы вот как только сейчас изменения внесем, покупаем новую аппаратуру, новейшую. Значит, и покупаем то оборудование, которое действительно надо обновить. Ну, договорились с вами на той сессии, чтобы мы при внесении изменений пропишем эти дела. Договорились? Можно? Да, да. И сроки, когда уйдете в добровольную отставку, да? Отговорим. Я в очереди. Ну, я об этом уже Чуть не согласился. Ну, почти. Уважаемые коллеги. Значит, Араш, Араш, пожалуйста. Антон Васильевич, я же здесь сижу, прошусь уже 10 раз не заниматься. Ты правда просился. Давай. Правда просился. Значит, Антон Васильевич, вот вы еще в самом начале нашей деятельности общей вы говорили, я могу там помериться с любым, да? Прогрессивность. Прогрессивность. Помните? Ну, прогрессивность. Вот. давайте немножко темп увеличивайте, потому что, ну, вот, сегодня вы сказали, что за две недели за неделю будете проводить комитеты, да? Уже хорошо. До того времени. Если за неделю будет у нас на руках повестка, ну, меньше рубни будет здесь. Вы ее... Смотрите, в Госдуме тоже один-два проекта президент не... Не, то, что в срочном порядке добавить, там, это же в рабочем порядке, да? Но все равно такие ключевые, вот вопрос там по заму, да, сегодня. Вы вытаскиваете, как фокусник, там, раз, из-под полы Сухинина, да? Мы должны понимать, что это планируется, такой человек рассматривается, да? Может быть, мы, может, действительно, там, на фракцию хотят пригласить его, обменяться мнениями, да? Потому что мы же близко его не знаем. Это вы там, может быть, он у вас там лидер, но другие люди его не знают, а общественность... Я просто пример привел, который вы сегодня, как вот, Джокера вытаскиваете из-под полы. Значит, вопрос следующий. То, что я говорил в прошлый раз в разном, и мы вроде бы с вами договорились, еще раз напоминаю. Давайте вернемся все-таки к отчету главы, и давайте определимся, есть ли потребность нового заседания и подтверждение нашего решения для того, чтобы подать письмо. Тут понятно, что игра между вами произошла. Чтобы одного не подвести во времени ответ, пострадал парламент. И вы подыграли главе, так я понимаю. что ТГШ подыграли. Вы опять начинаете свою позицию. Извините, не забывайте, товарищи. Нормально. Поэтому давайте этот вопрос решим, я думаю, вот как вы сказали в начале, в сессии, что вы там решите без дополнительных, без дополнительной нервотрепки. Отчет нужен все-таки, и он должен состояться. Тем более, я же говорю, за 19-е он должен был в прошлом году отчитаться еще. И вопросы, вот те, которые я ставил, все-таки правительству надо обязательно опубликовать соглашение с Лукоилом, для того, чтобы народ видел и понимал, какие доходы мы имеем от деятельности Лукоила, КТК, эти соглашения надо опубликовать. И, насколько я знаю, соглашение с КТК было подписано Кирсаном Лунжиновым без одобрения парламента. Его, в принципе, можно считать незаконным. И вопрос по нашей работе, да, вот, надо так, все-таки, вот на сегодня вина ваша большая в том, что, вот этот деструктивизм, я не знаю, с какой целью вы это делаете, да, вы сегодня там потеряли Саглару, Бакенову, вот, я три месяца уговаривал Нурова, чтобы он голосовал против вас, голосовал за вашу отставку. И он питает к вам дружеские чувства, какие-то обязательства и не идет. Он, оказывается, друг ваш хороший. Я выяснил. Это я подтверждаю. Вот. А вы, а вы его сегодня всячески отсекаете от себя, то есть, лишаете даже вот просто сферы работы, как заместителя парламента, вот, из того, что он сегодня сам сказал, да, и я это тоже вижу. Поэтому вы всячески сами отрубаете и однопартийцев и отрубаете своих коллег стародавних и создается такая атмосфера, а она передается, да, почему наша, как бы, межфракционная группа растет, она растет за счет вашей деятельности. Вы хорошо об этом подумаете, я не знаю, то ли вы специально это делаете, потому что вы очень многоопытный политик с долгим, с большим стажем. Ваши суждения вы высказали. Не, я говорю, я свидетельствую только факты. Вот то, что я вижу на сегодня. Я не ставлю задачи какие-то факты в вашу сторону приводить. Вы привели... Не, я вам открыто говорю, да, я работаю для того, чтобы там подвалить вашу деятельность, да, но я открыто об этом говорю. Да, я говорю, я хочу там стать заместителем или сесть в ваше кресло вместо вас, открыто говорю, уже не один год, поэтому, а то, что вы делаете, вот как раз почему число сторонников у меня растет, потому что вы неправильно работаете и главу тоже вводите в заблуждение. Вот эти конфликты, которые рождаются, да, письма там, обращения, а их могло и не быть, если бы, вот допустим, вы же могли главе сказать, примите Николая Нурова на прием. Вы же можете это лоббировать и добиться. Я не знаю, что там, говорили вы не говорили, главный результат. Если бы Нуров встретился с главой, я уверен, что, вот я убедился во взаимоотношении с Нуровом, он договороспособный человек, но его всячески отталкивали. И в администрации, вот Араши, вы передайте главе, что на самом деле, вот то, что я сказал. А этому, получается, способствуете вы и разлад вносите вы. Я не знаю, с какими намерениями и с какими мыслями. Вы хорошо так сказали, что вы стремитесь стать председателями или заместителями. А я давно об этом говорил. Я же на первом заседании Наталья Сергеевна выдвигала мои кандидатуры. Мою кандидатуру выдвигала на должность этого председателя парламента. Что тут? Какой тут секрет? Мы победим с таким руководителем, как вы, который теряет таких людей, как Саглара Александровна в партии. Конечно, вы проиграете. Спасибо. Меня не обсуждаем сейчас. Пожалуйста, Араш Ильич, что вы хотите? Обачать Игнарию, что вы хотите. Так, уважаемые депутаты, 9 числа от Народного Урала нами получено обращение всеми депутатами Народного Урала. Значит, в этом обращении, ну, я не буду полностью говорить, в этом обращении депутаты выходят с требованием к представителям Народного Урала обеспечить личное участие главы республики на сессиях Урала с ежегодным докладом с возможностью задавать вопросы и получать ответы. Мы считаем, что такое обращение отношения в решении республики не корректным с вашей стороны. Это подготовлен только к Венхар. Согласно с этим действием Конституции Российской Федерации, государственная власть Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательный исполнительный судебный. Органы законодательные исполнительные судебные власти самостоятельны. Согласно пункту В1 части 7 статьи 18 14 федерального закона высшего должного лица субъекта Российской Федерации представляя законодательные исполнительные государственные власти субъекта Российской Федерации ежегодные отчеты ожидательные деятельности высшего исполнительного уровня государственного власти субъекта Российской Федерации. В соответствии с пунктом 7 статьи 34 степного уважения к введению народного курала парламента республики Калмыкик относится заслушивание ежегодных отчетов главы республики Калмыкик ожидательных деятельств правительства республики Калмыкик в том числе вопросом поставленным народным куралом. Заслушивание ежегодных отчетов главы Республики Калмыки предусмотрено как одно из полномочий народного права парламента республики Калмыкик отношясь в принятую введение. В свою очередь закон республики Калмыки ст. 6 закон республики Калмыки предусматривает печень полномочий главы республики Калмыки и пункт 21 указан в статье исходные слова расщитляют иные полномочия. Тем самым также определяют такое представление отчетов докладов как полномочия главы республики Калмыки. На сегодняшний день законами республики Калмыки не урегулирован порядок представления главы республики Калмыки отчетом народному праву парламента республики Калмыки. Действующее законодательство не устанавливает конкретные даты представления главы республики Калмыки отчета. Действующее законодательство не использует слово личное представление отчета главы республики При подготовке к осмотрению данного обращения была изучена практика прошлых лет, которая показала следующее. Норма о представлении высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации законных отчетов законодательному органу государственного права субъекта Российской Федерации введена 29 марта 2010 года в 29-м федеральном законе о внесении изменений в статье 5.18.104 федерального закона. С момента введения этого изменения в Народном Курале прошло более 80 заседаний в честь Народного Курала, на котором не было представлено ни одного отчета главы Республики Калунику. Поэтому подытожим. Выступление главы Республики Калунику перед указанными 7 депутатами в цели удовлетворения личных амбиций не имеет никакого смысла. Обращение носит некорректный характер. Указанное депутатам необходимо наполнить осуждениями депутатской лектики по отношению к высшим должностным лицом Республики Калунику. Антон Васильевич, официальный ответ мы вам в установленный срок предоставим. У меня все. В принципе, на вопрос я не намерен даже отвечать. Кто подписал этот письмо? Кто подписал этот ответ? Это еще не официальный ответ. Я вам сейчас сказал, что ответ получит Курал в установленный срок. Дело в том, что вы получили 9-го, поэтому оперативная реакция была. С учетом этого. Спасибо за внимание. А что вы неофициальные бумаги нам зачитываете? Уважаемые коллеги, в разном мы можем любые вопросы рассматривать с вами. И в том числе личные впечатления, или личные амбиции, и государственные амбиции. Да, что касается отчета главы, действительно его может и не было, там была другая форма. Обращения. Не, обращения. Обращения. Были обращения, 3-4 обращения, я не помню. Ежегодные причем. И также были пресс-конференции ежегодные. Понятно. Но отчета, который бы стоял в форме отчета, конечно, не было. Да, не было. Да, не было. Обращения. Извинения, обращения. Не надо пальцем здесь водить. Обращения были. Но отчета не было. Обращения. Хорошо, хорошо. Если нужны формальности, Анатолий Васильевич, давайте на следующей сессии подготовим проект постановления об отчетности главы республики перед парламентом республики. И все там пропишем. Сроки, правила подачи и так далее, и так далее. Форму подачи отчета. А? Ну, не отчет, тогда он говорит, что ничего нет и не прописано. Друзья мои, ну давайте... Я хотел... Николай Анатолий Васильевич, прошу прощения. Два слова Паула Мхэджи. Да, вот то, что вы касались. Я на днях получил информацию, что новый директор, который заступил на должность, ему представили акты подписать для приема передачи, я так понимаю. И на сегодня больше 18 тысяч арестов там не хватает. Не хватает также части техники. И он отказался подписывать эти акты, поскольку проводилась депутатская поездка туда, знакомительная, да, с ситуацией Павла Мхэджи. Я хочу добавить, что на самом вот еще вот такой момент. Поэтому, конечно, предприятие, которое было достаточно значимым в республике, сегодня, ну, в принципе, оно так прогнозировало, что будет такая ситуация. И вот она наступила, официально уже. Ну, я думаю, что вы на днях увидите эти акты. Хорошо, спасибо, Николай Иванович. Ну, на целом, я хочу вас поблагодарить, что вы здесь меня, так сказать, поддержали взаимоотношения с председателем. Они рабочие, мы находимся в идеологии, значит, у меня есть свои принципы, значит, я на своих принципах... Но председателем же и в Африке председателем. Дело в чем-то... В Африке председателя нет. А вам, значит, обратиться, да? Вся ситуация в том, что парламент и те семь человек, депутатов, которые подписали письмо, вот, наверное, значит, председателем, а мы не требуем, например, чтобы там было слово отчет. Это вы сейчас тут говорите, что там все все равно, хорошо. Сделайте в форме обращения, послания, что угодно там придумайте, значит, так, но те задачи, которые читаты за годы, те задачи, которые поставят на следующий год, я думаю, что это, тем более, руководитель высшему, как бы сказать, должностному лицу, значит, в соответствии с законом, который у нас на территории республики, не федеральность, а на территории, сколько находится, он принимал, значит, клятву на конституции, на воскритом умножении, он обязан это сделать. Поэтому, я считаю, что-таки, ваш ответ, он немного, значит, никуда. На самом деле, у меня вопрос, значит, мне к вам сообщили, подождите, пожалуйста, Наталья Сергеевна, у меня, у меня, у меня, у меня вопрос такого плана, я вообще не хотел, значит, вам задавать, но сейчас задам, почему, потому что вопросов очень много, которые идет от населения. Первое. Значит, мы должны были, значит, отметить столетие республики Алмыкия. Четвертого, значит, ноября, есть постановление Совета Народного Комиссара, подписанное Ульяновым Лениным, значит, там, о том, что создается автономный республик. Когда, значит, на Пятое переводили на День республики, когда был, прям, спросил, был все это делать, это все выключают, запутают и все это сделают. Так и получилось. Хорошо, пандемия идет. Согласен, нельзя собирать. Ну, поймите, что было трудно главе республики дать команду, значит, своей администрации, чтобы определили эти 100-летние юбилейные медали памятные и разослали, значит, по сельскому муниципальному образованию. Люди обращаются к нам, не только, значит, к депутатам, но так, как и фракции наши. Вот, говорит, приходит, напиши, буквально не недавно встречал, значит, от Рослеевков, значит, там пришли ветераны Министерства водного хозяйства, значит, так, и Редниева. Он список такой принес, говорит, ну, пожалуйста, отметьте этих людей. Вы, говорит, сегодня следователи, там, десятилетие, говорит, 10 лет исполнено следственным комитетом, значит, так, вы их награждаете, там, руководители и сельскому муниципальному поселению награждаете, говорит, что-то они вообще сделают. Почему? Вы ветераны, которые, значит, сегодня, значит, и до войны, и после войны в республике, значит, поднимали все, мы вообще остались в стране. Убедительная просьба, доведите, пожалуйста, значит, до главы республики, пусть он каким-то образом примет. Этот поезд уже ушел, но людей все равно надо поощрить. Я думаю, что, может, даже команду дать, пускай на уровне сельскому муниципальному оборудованию, значит, соберут этих, там, 5-10 ветеранов, на районном уровне. Не обязательно там собирать, в общем-то, здесь, в республике, это один оборот. И последнее, которое я хотел обратиться. У нас, кто держится на контроль, капитальный ремонт нашего КПП, профсоюзного. Его уже, по-моему, второй или третий год ремонтировали, и как его до конца довести? Это первое. Административное здание, целинного района муниципального образования, значит, то, что идет под капитальный ремонт, под поликлинику. Значит, там конь не валялся. Третье. Центральную районную больницу поселки Кибру. Я имею в виду, это, значит, там, КТК, значит, блок-оил, я еще не знаю, вот эти буржуйские все эти самые компании, значит, почему они до сих пор оснащили, почему они до сих пор, значит, не заканчивали. И последнее. Хочу, чтобы вы довели о том, что на сегодняшний день, значит, КТК, значит, задолжало Кибру с крайонным муниципальным образованием около 100 миллионов рублей. За аренду земли. За последние три года. Потому что дальше, когда за что не платили, значит, так, они не могут предъявить, и не с тем, что трехлетний рубеж в правовом поле, значит, они прошло. Я понимаю, что сегодня, значит, ни председатель района муниципального собрания, ни глава администрации, значит, не будет подавать, потому что здесь закупорили этот вопрос, и мы не можем дальше продвинуть. Такая ситуация, на мой взгляд, могу не быть ошибочной, очень земельского района. Почему они так делают? Они опираются на федеральную законность по федеральным землям. О том, когда им говорят, что это муниципальная земля, и пусть они это заплатят, нам этот закон, так сказать, не подходит. Здесь, по всей видимости, на уровне руководства республики все это замалчивается. Убедительно прошло. Я хотел бы, если глава был бы здесь, хотел бы к нему обратиться, и все. И правильно сегодня коллег говорит, все-таки давайте мы прозрачно сделаем соглашение, которое сегодня есть, а мы обязаны хуралом этот, значит, рассматривать в армию, потому что деньги идут в бюджет. Спасибо. 22 сентября является закрытой. 22 сентября, на самом деле я хотела бы сказать, что тот ответ, который вы получили вот сейчас, и он был зачитан с трибуны, это неуважение к киталу Морозова хурала. Мало того, что у нас глава вообще не появляется на сети, я лично уже и забыла, как он выглядит. Я постоянно вижу пустое плесло. Так он еще, оказывается, не выступать не хочет с отчетом перед депутатом. Нет, такой ответ, это жесть. Это неуважение к депутатам. Все, я оставлю немного поделать. Я действительно не знаю, как он выглядит. Я по 17-му наградам, которые здесь были депаты или как-то выставлены, мнение, что некоторые какие-то, где получали этот золотой розыск, герой Калмыки. Я герой Калмыкии, 13-го года, Петр Олентинович, наверное, где-то, может, 95-го года, и всего у нас 20 героев. Там 400 тысяч стоит, ну, посчитайте, сколько это 400 тысяч. Ну, если я не заслужил, я могу его положить туда. А вы, давайте только так, не обижая друг друга, давайте, как-то, вы немножко смотрите за своими словами, и давайте как-то позже там нам заметили. Я сказал про футболиста. Я сказал о футболистах. Давайте за своими словами следите. Валерий Александрович, я сказал о футболистах. Ты же слышал прекрасно. Валерий Александрович, вы положите, я бы положил... Так радуйте, он так дорого стоит, а? Значит, у вас за 100 тысяч, он не стоит, даже почетная грамота федеральная, она больше дает, чем... Догласен, согласен. Вот 400 тысяч, это значит, предлагаете мне продать, что ли, у меня есть внуки, у меня есть дети. Пусть они радуются. Я хочу поддержать его, нельзя вольно трактовать. Валерий Александрович, я сказал, что... Я сказал о футболистах. Ты же слышал прекрасно. Ну, что-то... Так радуйте, он так дорого стоит, а? Значит, уважаемые... Вы, это за 100 тысяч, он не стоит, даже почетная грамота федеральная, она больше дает, чем... Догласен, согласен. Вот 400 тысяч, это значит, предлагаете мне продать, что ли, у меня есть внуки, у меня есть дети. Пусть они радуются. Я хочу поддержать его, нельзя вольно трактовать. Валерий Александрович, я сказал, что... Я не хотел по великому, да? У медали есть две стороны. Поэтому-то вы одну видите, а я другую вижу. Все правильно, я просто не говорю. Давайте, чтобы не обижать, как-то... Вам и не обижать. Нет, я как-то... Вы, это же 400 тысяч стоит. Да. А у нас сейчас сколько? У 93, по-моему, если... Нет, давайте... Я 13, я буду 13 по счету, герой в Калмыкии. Всего у всех можно 20 посчитать в 93 и последний день. Сколько это? Ты что, угол поднесли в моей республике? Нет, это мое мнение. Нет, я вам говорю. Ну вот я говорю, я тоже...